Славянская радио Всем здравия! С вами Народная Славянская радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 ноября 2016 года, вторник. По одному из старинных, девятый день месяца новых дорог, 7525 лета, шестица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Метеоритная опасность». Вот так, друзья мои. Ну, бывает много всяких опасностей, в том числе метеоритная. Вот насколько она опасна, это опасность, насколько она глобальна, насколько она нам всем грозит, мы сейчас как раз-то и узнаем от Вадима Черноброва. Здравия тебе, Вадим! Добрый вечер, доброе время суток всем. Тема действительно глобальная. Мы очень долго ждали возможности поговорить на эту тему. Ровно четыре года ждали. И сегодня единственный день, даже не в году, сегодня единственный день за четыре года, когда на эту тему, наконец, можно поговорить. Вадим, давай сразу объясним, почему задержка произошла. Дело в том, что по вторникам у тебя происходят очень интересные события, поэтому нельзя одновременно тебе разорваться на тысячу маленьких Вадимов, которые и тут и там. Да хотя бы на два, да. Поэтому просим прощения за столь... Да, разумеется, я тоже приношу прощение, но причина вынуждена действительно по вторникам у нас заседание, и сейчас оно еще продолжается до 21 часа. Я просто ушел пораньше. И кто не знает, может слушать наше заседание в онлайне, и слушать, и смотреть. Я бы очень хотел, чтобы мы совместили эти два замечательных онлайновских мероприятия, Славянское радио и заседание Космопоиска. Но я надеюсь, это дело технически решаемое. Кто не знает, наберите в YouTube-канале Union Cosmopoisk или Объединение Cosmopoisk по-английски, и там онлайн-трансляции. Сегодня, к слову сказать, тема, которая еще, наверное, не закончилась, тема посвящена логическому математическому осмыслению исторических процессов. И, может быть, кого не испугало это название, в общем, объясняет докладчик простым языком, почему история творится такая, а не иная, чтобы мы понимали, что все, что на наших глазах происходит здесь и сейчас, все не так уж просто. В общем, есть что послушать, кому есть желание так вот развиться в этом направлении, то, пожалуйста, не забывайте, по вторникам включайтесь. Итак, почему 4 года мы ждали, что за событие такое? Давайте с этого начнем. Давайте будем забегать вперед, я думаю, минутку. А, вот так вот, опять выдерживаешь опять паузу интригу. Конечно, конечно. Ну, честно скажу, если бы доклад этот мы читали вчера или завтра, или ровным счетом в любой другой день этого года и соседних годов, и через год, через два, через три, я бы не все, что хотел, сказал. Значит, в чем разница между сегодняшним докладом и докладом в любой другой день? В том, что сегодня я могу говорить то, что считаю вправе сказать перед аудиторией думающей, перед аудиторией не заинтересованной в том, чтобы приукрашивать, приукрашивать проблему, о которой идет речь. Значит, сразу поясняю, значит, есть, я считаю, что есть в проблеме, обозначенной на сегодня, напомню, она звучит как метеоритная опасность, для большинства наших, ваших радиослушателей, я думаю, эта тема более чем знакома, хотя бы потому, что она звучит так более-менее регулярно, надо додолжно СМИ возвращаются к этой теме, и для большинства газет, наверное, она уже просто надоела, но тем не менее, так сказать, люди об этом пишут и слышат. Тема не скрывается, хотя она, поскольку является сильно политизированной, большинство этого не осознают, то я эту тему условно делю на, собственно, научную, на этой части я сегодня и сконцентрируюсь, и политическую. Значит, давайте сначала политический вариант я вам сейчас коротко за две минуты озвучу, а дальше буду говорить по науке. То есть, вначале обращаюсь к отсутствующим сегодня в эфире политикам. Вот теперь объясняю, почему они отсутствуют, и почему я, слава богу, могу говорить, не оглядываясь на этих замечательных, добрых, человеколюбивых людей. Потому что сегодня известно мероприятие, проходящее раз в четыре года, в известной нами всеми и горячо всеми любимой стране, и поэтому взоры всех политиков, конечно же, отвлечены на это мероприятие, на выборы президента этой известной всем страны. Поэтому нас наверняка сегодня не слушают, и мы можем между собой обсудить то, что можем говорить без них. Вначале я коротко скажу, как бы я строил свой доклад в случае, если бы они были. Тут, ну, примерно по той же схеме, по которой вы не раз его слышали, от умных и ответственных товарищей в нашей стране. А именно, примерно, вот тема метеоритной опасности преподносится обычно так. Метеориты падали, падают и будут падать на Землю среди неопасных метеоритов, коих, к счастью, большинство время от времени встречаются опасны. Смотри, помни известный урок Тунгусского взрыва, про который все знают. Спасибо, опять же, политикам и СМИ. Тунгусский. Что такое Тунгусский взрыв? Два слова для сравнения. Опять же, специально сравнение для политиков. Что такое куськи на мать? Все слышали, и политики слышали все. Ну, для тех, кто вдруг забыл, что куськи на мать, это теперь уже не только известная русская поговорка, но это такое полуофициальное, или точнее уже практически официальное название самой крупной термоядерной бомбы, которая когда-либо была взорвана во все времена в нашей истории нашей конкретной цивилизации. Куськину мать взорвали на новой земле. Это советских рук дело. Это самая большая в мире бомба. И мощность Тунгусского метеорита примерно равна этой самой крупной за всю историю мирового оружия, историю и оружия, бомба. И от одного взрыва, и от другого взрывная волна обогнула, дважды обогнула земной шар. Это чудовищно просто, если представить себе что-то такое, взорвать. Ну, я, конечно, видел много разных взрывов и артиллерийских, и бомбовых, и прочих, прочих, прочих. Но, конечно, мало есть людей, и я к ним не принадлежу, которые видели нечто подобное. Так, чтобы взрывную волну можно было хотя бы в тысячи километрах от эпицентра почувствовать. А тут, что называется, в тысячи километров от эпицентра даже не чувствовали, а стекла вылетались, рушились слабые подстройки. Людей валило ураганным ветром, а взрывная волна дважды земной шар. Подумать страшно. И вот подобные кузькины матери прилетают на Землю. Насколько часто прилетают? Вот здесь, к сожалению, наши знания хромают. Но поскольку они прилетают, раз прилетела одна не так давно, всего-то сто с небольшим лет назад, значит, что называется, будет и вторая, и энная. Значит, были и предыдущие. Значит, что называется, будьте готовы к таким нечаянным бомбардировкам. Далее, что говорится в Эрзац, в варианте этого доклада для политиков. Метеоритная опасность, это очень страшно. Это бомбардировки в любом месте непредсказуемым, в любое время непредсказуемые. И бомбардировки, может быть, мощные, размерами с Кузькину мать и более ограничений, что называется, верхнего предела не существует. И это страшно, действительно. Последствия от таких бомбардировок, естественно, сильно зависят от мощности этой самой Кузькиной космической матери. Но в худшем случае, точнее, в лучшем случае для нас, это просто взрыв термоядерный, сопоставимый с термоядерным в любой непредсказуемой точке Земли. Он может прийтись на Манхэттен, может прийтись на Красную площадь, а может прийтись куда угодно. Для политиков я не говорю такую фразу, что не знаю почему, но все большие падения, да и за исключением мелочи всякой, не опасны, все большие падения почему-то приходятся с завидной регулярностью на безлюдную тайгу, пустыни и прочие океаны. Это очень любопытно, и это очень большое спасибо. Не знаю кому за это, и это пока необъяснимо, ну, по крайней мере, с точки зрения теории безопасности, теории вероятности. Мы, возможно, еще коснемся этой темы, при политиках, так сказать, я ее не касаюсь, чтобы не расслаблять их. Далее, это чрезвычайно опасно, это чрезвычайно трагично, и даже если от падения такой супер-Кузькиной, супер-матери на землю не произойдет, даже если падение произойдет там в каком-то необитаемом месте, все равно возможны чудовищные последствия, что называется, чуть-чуть мощность, чуть-чуть сильнее, чем та самая водородная бомба советская, и последствия от таких взрывов, кто, кто не знает, бомба действительно была более чем чудовищная, и чтобы последствий не было возможных, трагичных, ее мощность заведомо уменьшили в два раза примерно, ну, так, по крайней мере, так утверждают специалисты, то есть в реальности она гораздо мощнее, ну, в два раза мощнее, но даже вот этой половинчатой мощности хватило для таких планетарных последствий. Так вот, специалисты еще в 60-е и 70-е годы, советские прежде всего, убедили научный мир, большое и огромное им человеческое за это спасибо, мы с вами должны быть благодарны за это, они убедили мир, что от больших взрывов размером больше, чем Кузькина мать, или от большого количества меньших взрывов, ну, обычных термоядерных и ядерных зарядов, последствия страшны не столько прямым своим разрушительным действием, ну, понятно, не буду долго перечислять, в скольких километрах там полное разрушение, в скольких километрах от места взрыва, там частичное разрушение, не буду долго рассказывать вот эти все нужные, конечно, сведения, я надеюсь, кто-то их, ну, по крайней мере, старшее поколение, их проходило на уроках НВП, начальной военной подготовки в школе, тогда там все это должны были знать на зубок, последствия атомной бомбардировки, или атомного взрыва, термоядерного и атомного, чем они друг от друга отличаются. Не уверен, что нынешнее поколение вообще, так сказать, знает, что, предположим, от термоядерного взрыва нет радиоактивного следа, ну, там и прочие, как бы, нюансы. Ну, меньшая часть этих сведений должны проходить на военной кафедре, меньшая часть радиослушателей. Ну, к счастью, эти сведения, эти знания пока не востребованы, дай бог им, кстати, и никогда не быть востребованными. Но, тем не менее, люди про это наслышаны, про эти страшные последствия. Но то, что они знают, то, что читают, как бы про единичные взрывы, просто блекнет по сравнению с тем, что, возможно, от массового применения ядерного оружия, что называется, здесь количество и размер имеет значение, либо от применения более мощного оружия, ну, условной Кузькиной суперматери. То есть, вот до какого-то предела, что называется, взрыв этот природа наша может простить, и, надо сказать, природа нам простила множество, тысячи взрывов в атмосфере, под землей, на земле, в воде, под водой. И мы еще живы, что называется, несмотря на то, что взрывали дом, фактически, космический дом, в котором живем. Вот. Но ученые наши убедили для начала на мировую научную общественность, а та долго и нудно убеждала политиков, что, оказывается, если чуть-чуть превысить мощность взрывов или произвести все эти взрывы единомоментно, слава богу, их все-таки не одновременно делали, то есть, испытания растягивались на десятилетия, но если бы это произошло одномоментно, или, как добавляют некоторые специалисты, если упало бы тело размером больше, чем тунгуску, это бы означало, помимо прямого разрушения, то, что в воздух, вот как следствие, поднимается множество пыли по массе примерно в сто раз больше, чем масса упавшего тела. Ну, так, навскидку, кому нравится математика, может, так сказать, позабавляться с цифрами. Скажу, что тело, которому приписывают убийство динозавров примерно 65 миллионов лет, его сейчас оценивают как астероид размером 10 километров примерно, и, соответственно, вот этот 10-километровый астероид мог поднять в воздух объем грязи, объем земли, грунта камня, пыли, прежде всего, который примерно в сто раз превышал его массу. Ну, вот, кому интересно, еще раз подчеркиваю, может почувствовать, сколько тысяч тонн пыли одномоментно поднимается в воздух. Фактически это означает то, что образуется облако, застилающее практически всю землю, и либо на месяцы, либо на годы, либо, есть такая страшилка, на десятилетия вся земля погружается во мрак, трава не растет, травоядные животные погибают, хищники без травоядных животных тоже погибают, и, в общем, выжить несколько лет в этом Армагеддоне апокалипсить могут только те, кто питается падалью, и то, так сказать, не вечные даже такие животные. Вот, считается, что подобные ситуации, подобные прецеденты в нашей с вами истории были, и не раз, а может быть даже и не раз, и вымирания в истории Земли, так сказать, случались не единожды, когда умирало там от половины всех зоологических, биологических видов до, там, трех четвертей. И, вот, здесь специально для политиков, и я это не буду опровергать, не стал бы опровергать, если бы они слушали, и обычно говорят, вот, именно астероид, даже конкретно утверждается, что найден этот астероид, 65 миллионов лет назад упал в район Юкатана, это нынешняя Мексика, и этот 10-километровый убийца уничтожил всех динозавров. Да, с одной стороны, это хорошо, ну, для нас, не динозавров, потому что нас тогда не было, потому что этот астероид расчистил нам планету, на которой впоследствии появились мы с вами. С одной стороны, это хорошо, но добавляют многозначительно ученые, но если мы не хотим повторить опыт динозавров, то нам надо иметь возможность защититься от этой самой астероидной опасности. Сами понимаете, такая очень наглядная картинка, не раз растираживо нарванная в документальных замечательных фильмах, в таких стереотипном представлении, вспомните, в мультиках, в каких-то даже смешных юмористических картинках этот сюжет обыгрывается. Стоят такие могучие, могущественные динозавры, у которых силушки богатырской на два порядка больше, чем у нас, хиленьких млекопитающих. Они такие мощные, они хозяева жизни, они хозяева этой планеты. И там где-то в самый разгар, что называется, их великолепной карьеры цивилизационной. Там где-то летит по небу то ли комета, то ли метеорит. И вот эти мощные цивилизации даже не подозревают, что жителям осталось весьма-весьма немного. Сколько метеориту, сколько астероиду долететь до Земли. Вот эта страшная картина. Да, мы практически уже жили с этими несчастными динозаврами. И наши дети, нынешнее поколение, любят динозавров, по-моему, больше, чем зайчиков и мишек, и лисичек, живых, вымерших динозавров. Для нас, наверное, больше, чем просто некий исторический казус, некая историческая такая данность. Динозавры это подсознательно где-то мы. с одной стороны, не хочется повторить их судьбу, а с другой стороны, жутко интересно, ведь у них времени было для развития гораздо больше, чем у нас, у людей, у млекопитающих. Мы там в лучшем случае альтернативщики истории приписывают нам лишние 3-4 миллиона нашей истории человеческой. официальная история дает нам 1-2 максимум миллиона, а динозавры они были владельцами нашей планеты в десятки раз дольше, чем мы. Конечно, цивилизация, возможная, конечно, которую они сделали, могла бы быть гораздо могущественнее, продвинутее и опытнее, чем наша, но даже она погибла. И вот это замечательно, такая образная картина, которая стала стереотипной и которую я не смею опровергать, является движущей силой, позволяющей, во-первых, растолкать это достаточно инертное сообщество политиков, объясните этим почти невменяемым созданием, что война это не есть хорошо, потому потому что есть доводы гораздо более доходчивые, и эти доводы говорят, что война это замечательно, потому что это а, прибыльно, потому что б, это решает множество политических и, главное, коммерческих и прочих разных проблем, и вот все эти плюсы, которые от войн, от жестокого самоуничтожения и какого-то такого непонятного для меня, одним словом, негуманистического поведения, все эти глупости могут наконец-то быть биты хорошим тузом, хорошим козырем под названием метеоритная опасность, девизом в этой метеоритной опасности опомните судьбу динозавров, не хотите ее повторить, если вы не хотите ее повторить, то нам нужно не воевать, а тратить деньги на противометеоритную защиту, что называется кто против, я лично за, если я за, то то, что называется надо меньше воевать, больше тратить на науку, на космонавтику. У этой фразы есть еще одно следствие, самое, что есть прямое, и благодаря этому следствию, опять же, благодаря метеоритной опасности, мы с вами еще живы. Это понятие метеоритной опасности, наконец, я прознашу это слово, страшное, страшное слово, пугалка, которую знают все, ядерная зима, все знают уже, слава богу, и дети знают, а что знают дети, то знают и политики, ядерная зима наступает либо от падения большого крупного метеорита, либо от взрыва большой, супер большой бомбы, то есть побольше, чем мы взорвали, либо от массового применения ядерной бомбы. И вот эта опасность, что в ядерной войне не будет победителя, я сейчас говорю просто вот набившую оскомину такую общепринятую истину, которая, к счастью, не критикуема. Я тоже ее критиковать имею право морально, только в этот день, когда политики нас не слышат. да, это так, с одной стороны, я имею в виду, что в теории вроде бы это правда, проверять, конечно, мы не будем, насколько это правда экспериментально, не дай боже это проверять, но утверждать, что это так в случае с падением метеоритов, я тоже как раз не возьмусь. Почему? И вот здесь начинается мой уже доклад не для политиков, а для тех, кого интересует научная проблема, не политическая. Еще раз повторюсь, для политиков все должно быть просто и понятно. Метеоритная опасность есть зло, которое рано или поздно, если мы будем воевать и не тратить деньги на противометеоритные общепланетарные действия, она нас погубит, так же, как динозавров. Все просто и понятно. И говорить политикам при этом, но здесь есть некоторые нюансы и есть некоторые вещи, которые нас пока смущают, которые не совсем с этим согласны, может быть, не совсем погубят, а может быть, погубят, но не всех. В общем, одним словом, вот это такие сомнения вполне допустимы в научной среде. Наука это научное сообщество, это среда, где можно, нужно и просто обязаны все сомневаться, иначе оно будет религиозным, это общество. А вот для политиков, так сказать, эти действия, как показали практика, запрещены. Хотим жить, если мы с вами хотим жить, если мы не хотим ядерной войны, мы должны все везде и всюду, так сказать, поддерживать эту замечательную, придуманную советскими учеными концепцию ядерной зимы. Именно благодаря ей мы живы. Значит, почему я начинаю, вот дальше, так сказать, начинаются сомнения, почему я имею на них право, потому что несовременные падения под этими сомнениями, под этими падениями, я подразумеваю не только те метеориты, те крупные космические падения, которые происходили на моей памяти, а я за последние примерно 30 лет не пропустил ни одного, я подчеркиваю, я за это ручаюсь, наверное, нет ни одного человека на Земле, который мог бы так, так сказать, как я утверждать, ни одного крупного падения на нашей планете. То есть, мне есть чем сравнивать то, что я видел своими глазами. но я под этим подразумеваю не только падения последних десятилетий и не только падения последних веков, то есть, это те падения, которые мы, по крайней мере, знаем из письменной истории, из сообщений вполне более-менее современных исследователей, ученых и более-менее современных очевидцев. напомню, конечно же, вне всякого сомнения, самый известный хрестоматийный перевер все та же самая Тунгуска 1908 год, но вот таких Тунгусок, возможных, менее достоверных, в средних веках и ранее было, так сказать, предостаточно, но о них мы можем не столь уверенно говорить. Все остальные падения, к счастью, были менее опасными, но чем меньше мощность упавшего тела, тем чаще происходят эти события, которые, опять же, к счастью, происходят не одновременно. Вот согласно этой теории ядерной зимы, если бы все эти метеориты упали тоже, так сказать, хотя бы одновременно, хотя бы как говорят в метеорологии есть такое понятие месячная норма осадков, годичная норма осадков и горе тому региону, в котором выпадает половина месячной нормы осадков за сутки. Это потоп гарантирован. Это просто ЧП, машины плывут, дома сносят и так далее. Вот если бы, не дай бог, я бы сказал так, конечно, это страшное зрелище, но если, не дай бог, месячная норма метеоритных осадков, сейчас, наверное, кто-то впервые слышит этот термин, придуманный только что, если бы все они высыпались в один день, вот здесь, что называется, вздрогнула бы вся планета. Возможно, насколько планета чувствительна, насколько есть предел нечувствительности к таким внешним воздействиям, к счастью, мы не проверяли. Дай бог, так сказать, и не знать этого. Мы знаем то, что экспериментально проверили, я имею в виду взрыв Кузькиной матери, больше ничего сопоставимого с этой мощностью лучше нам не взрывать. Что называется, попробовали, не умерли, спасибо на том, но поняли, что мы, пожалуй, лучше больше не будем, потому что это глупо, глупо чиркать спичками внутри собственного дома. Даже и за пределами дома это хулиганство, как минимум. А внутри дома это хулиганство, помноженное на сумасшествие. Так вот, о норме метеоритных осадков. Значит, не буду долго нудно перечислять, какая вероятность того или иного класса метеоритов, на какие классы, подклассы, подтипы метеориты делятся. Если будут подобные вопросы, я, естественно, отвечу на классические сведения о метеоритной опасности. Я бы хотел побыстрее уйти от канонических взглядов на эту тему. За 30 лет они уже стали во многом каноническими. И поговорить о вопросах, которые я считаю не решены, которые до сих пор вызывают полемику или же даже еще не поднимались. Или, может быть, поднимают только я, может быть, еще несколько человек, поскольку эти вопросы кажутся слишком крамольными. Первый я уже озвучил. Такой странный вопрос, вполне логичный, но его стараются не будировать, не поднимать опять же из соображения ответственности перед этими самыми политиками, дабы они не расслаблялись. А действительно ли метеорит или астероид убил динозавров? Я сейчас говорю просто страшно глупую вещь, ведь даже дети знают, что именно так, что так и было. на самом деле, теперь вспоминаем историю, даже если был метеорит, кто-то может добавить, а может быть, не один метеорит, да хоть два, хоть три, хоть десять, каждый по отдельности из этих метеоритов, безусловно, имел место быть, мало того, мы можем добавить еще там несколько десятков метеоритов, которые падали и приводили к трагичным последствиям, ну, для тех, кто рядом с Москвой живет, я напомню, мы живем рядом с десятками метеоритных древних воронок, напомню, вот эти воронки называются астроблемами, буквально переводятся как астрозвезды, блема, рана, и вот метеоритная воронка, так красиво в науке называется, и, к слову сказать, правильно даже называется, это поэтическое название, одновременно фактически отражает суть дела, в буквальном смысле астроблема означает звездная рана, так оно и есть, и вот эти звездные раны, как доказательство страшной, страшных последствий от падения метеоритов, астероидов, разбросаны везде и даже в ближайшем подгласовье там их примерно 30 штук в Шатурском районе и 4 из этих астроблемы имеют размеры превышающую самую известную, самую раскрученную туристическую астроблему мира, я имею в виду знаменитый Аризонский кратер, который находится в штате Аризона, США, поразительно, что к Аризонскому кратеру летают туристы на самолетах, долго едут и на автобусах, а вот туристы, которые в Шатурский район едут, я там в прошлом месяце читал лекцию очередную в Шатуре и снова убеждался, что даже не все жители Шатурского района знают про эту страшную катастрофу, которая имела место быть там примерно 6 тысяч лет назад, то есть по геологическим меркам это просто вчера было, не мой дедушка помнит, но это должно быть на нашей памяти, и эта катастрофа страшная, безусловно, ужасная, она конечно в это время уже динозавров не было, жили люди, но абсолютно точно, как мы понимаем людей, она не уничтожила, люди живые, пережили, они жили до этой катастрофы, живут после, ну максимум, я не знаю, так все происходило или нет, ушли ли люди и животные, как это часто бывает на современных больших взрывах, на современных тонгускоподобных взрывах, мы наблюдаем с завидной регулярностью, что при больших циклопических ренаповских событиях, ренап буквально приводится как мгновенная катастрофа, при классических таких событиях животные расходятся из места будущего эпицентра до взрыва, благодаря чему почему-то жертв среди них нет, поразительно, но то же самое случается и с людьми, хотя люди конечно не расходятся, ну по крайней мере они это не чувствуют, но почему-то это один из неотвеченных вопросов, который я вслух не всегда и везде поднимаю, по той же самой причине, по которой говорю только сегодня на это, почему-то и количество людей, точнее погибших людей, тоже равно нулю, во всех случаях, которые мы знаем, что было до того, мы не знаем, но если предположить, что мое это утверждение, так сказать, имеет какие-то рамки, то есть от просто больших астероидов, от больших метеоритов жертв нет, количество жертв ноль, но от большого астероида может быть это правило не работает, это я не знаю, хотелось бы верить, что именно так, но если это не так, то тогда уверенно говорю, катастрофа 6000-летней давности уничтожила все население нынешней, которое жило на территории нынешней, загибайте пальцы, Московской области, то есть вместе с местом, которое называется Москва, погибли все, если не ушли заранее, Владимирская и Ярославская области, минимум три области, ну плюс еще частично может быть Тверская и Рязанская, что называется, если рязанцы нас слушают, могут, может быть, свободно выдохнуть, но если их это спокоит, то есть вот эта чудовищная территория была полностью обезлюдлена, полностью очищена от населения, но не земля, то есть мы с вами понаехали в Московской, Владимирской и Ярославской областях по-любому, среди нас нет жителей, которые жили здесь 6 тысяч лет и более, если они были-то эти люди, они, увы, так сказать, погибли, ну, если только, так сказать, ненадолго по чьей-то, так сказать, установке не ушли в сторону, но в любом случае человечество не уничтожено. Такой, так сказать, довод кому-то покажется слабым, потому что я ведь привел не совсем как бы корректный пример, я привел пример падения астероидов мелких, то, что упало в Шатурском районе 6 тысяч лет назад, это, так сказать, на порядок больше Тунгусского метеорита, но и на порядок меньше юкатанского метеорита. Но на нашей памяти, на нашей с вами памяти, на памяти человечества таких астероидов, таких астроблем порядка юкатанского не найдено, но найдены, например, астроблемы больше, чем шатурские, которые могли привести к колоссальным планетарным катастрофам, ну, например, 5-километровая воронка, находящаяся на дне Индийского океана, она была найдена на моей памяти всего там в течение последнего десятилетия, она находится, кому интересно, строго восточнее острова Мадагаска, и по времени свое появление она, ну, как считают, мои знакомые, специалисты по РНАПам из Новосибирского академгородка, они вот читают, это их замечательная идея, работа, что именно это событие привело к гигантскому цунами и гигантскому выбросу воды, пара в воду, в атмосферу, а то, в свою очередь, привело к многосуточным проливным ливням по всему миру, а те, в свою очередь, привели к огромным, не просто чудовищно огромным осадкам, а фактически осадкам, которые, в свою очередь, привели к всемирному потопу, к тому, что реки, озера вышли из берегов и пока это все стекало в океаны, люди, конечно, погибали и погибали страшно. Да, горы не были затоплены, но вот эта катастрофа в свою очередь привела, возможно, привела к возникновению мифа о всемирном потоке. Вот это то, подчеркиваю, что пережили мы люди. Но даже и это событие, если предположить, что оно предположение моих коллег и знакомых новосибирцев верно, мне оно кажется действительно стройным и логичным, даже оно впечатляющее своей чудовищностью не уничтожило нас с вами человечество. Но опять же кто-то возразит, и этот пример некорректен, динозавров уничтожил метеорит астероид большего размера. Но вот что называется на примере человеческом мне пока примеры мои иссякли, не так уж и много найдено примеров астроблем больших за время жизни человечества, козыри иссякают, но остается так сказать на Юкатанский огромный двухсоткилометровый кратер остается детский вопрос, на который сложно ответить. Почему же вот такая стройная замечательная теория о том, что этот Юкатанский взрыв по времени вроде бы подходящий то есть его нашли что называется вовремя скажу с некоторым сарказмом даже по месту нашли вовремя в основном это мы знаем благодаря американским учеными они и нашли что называется совсем рядом с собой зачем далеко ходить поскольку тут что называется сходятся и списали на появление Юкатанского взрыва исчезновение динозавров детский вопрос заключается в том почему после этого взрыва динозавры жили еще несколько миллионов лет внимание по теории ядерной зимы считается что они существа если это люди то это люди если динозавры то динозавры существа живые существа которые пережили которых не убило непосредственно взрывом которые может быть живут жили на другой половине земного шара вот этих существ убьет с большой вероятностью ядерная зима и убивать будет на протяжении месяцев или лет ну пока у них от бескорбной копыта не протянут они но через несколько месяцев земля а может быть через несколько лет тут что называется наверное зависит от масштабов события земля атмосфера начнет самоочищаться и рано или поздно пыль оседает ядерная зима заканчивается называем поэтично этот момент только что придумал название ядерной весной то есть любая ядерная зима заканчивается ядерной весной пусть простят меня так сказать за этот вольнодумие ну а потом что называется климат приходит в норму но даже самые страшные сценарии нам отводят на такую ядерную зиму ну максимум несколько лет динозавры еще раз напоминаю жили после этого события еще несколько миллионов лет значит метеорит не виноват либо не совсем виноват есть что называется предположение здесь я озвучиваю работы уже немногих метеоритчиков что называется у большинства хватает логики только до этого момента и большинство не может ответить на детский вопрос почему динозавры выжили а если они выжили почему они умерли потом то есть почему мы их не видим сейчас значит причина их смерти не связана с метеоритом ну или как вот по этой альтернативной по этой так сказать версии 2.0 связана но не совсем может быть как вот говорят эти специалисты падение метеорита перевело к цепочке так сказать необратимых событий на земле и жителям земли дали еще несколько миллионов лет помучатся но они так сказать не сумели адаптироваться и умерли в муках спустя несколько миллионов лет здесь призываю на помощь старика Дарвина который бы конечно посмеялся над такой версией о том что динозавры мучились после этого события несколько миллионов лет потому что старик Дарвин убедительно доказал опять же это так сказать по официальной точке зрения науки не поддается критике что если долго если какое-то животное долго-долго мучается оно адаптируется и потомки так сказать этого животного вполне себе сносно чувствуют себя в изменившихся условиях то есть грубо говоря вот в русском языке такая есть грубая но вполне в этом смысле научная прямо по Дарвину поговорка все что нас не убивает делает нас сильнее да если бы метеорит не убил динозавров за считанные секунды или в результате яберной зимы за считанные месяцы или за годы он абсолютно точно сделал бы их сильнее потому что мучаясь там в ядерной зиме они бы претерпели какие-то дарвиновские видоизменения и стали бы просто мощнее не просто мощнее а более готовыми более закаленными к подобным ударам судьбы и уж что называется выиграть у них нам жалким мелким слабозубастым млекопитающим по сравнению с этими живыми мастодонтами ощутивающимися зубами которые рвали нас ну извините наших предков конечно далеких как тузик тряпку рвал о каком так сказать прямом соревновании могла бы идти речь а если эти мастодонты зубастые бронированные пережили бы а они пережили внимание они-то ведь пережили и это самая страшная метеорит опасность и она их не убила не добила всех значит есть что-то более страшное чем метеорит и вот здесь возникает у меня вполне законный вопрос если мы все так быстро мирно согласились против такой логичной теории описываем одним предложением метеориты убили динозавров если мы быстро с этим согласились мы тем самым с одной стороны конечно решили замечательную тактическую задачу мы убедили политиков что надо жить в мире дабы не повторить судьбу динозавр но одновременно мы подложили под себя страшную бомбу с часовым механизмом мы списав на метеоритную опасность смерть динозавров и как я считаю зря списав то есть неправильно мы повесили на невинного на метеоритную опасность вину чужого преступника это означает что мы остаемся в неведении того что гораздо страшнее метеоритной опасности вот подумайте сами динозавры выжили от метеоритной опасности они не выжили от чего-то другого чего мы даже назвать пока не можем сформулировать что же это страшное ужасное и кошмарное вот прежде чем мы подошли к наверное к самой страшной и забегая вперед скажу до конца непонятным я тоже не знаю ответа на этот вопрос хотя попытаюсь это сделать и обращаюсь к нашему ведущему с предложением мы всегда время от времени когда людям требуется несколько минут на осмысление этой страшной мысли мы ставим музыкальную паузу во время которой если радиослушатели конечно захотят я бы очень хотел чтобы они подключились к решению этой общей цивилизационной общей планетарной задачи и может быть они сейчас за эти несколько минут набросают возможные ответы что же может быть страшнее чем просто падение гигантского астероида как мы считали убивающего все живое а на самом деле вот под этой красивой картинкой скрывается нечто что скрыло от нас еще более страшного убийцу то есть метеоритная опасность выясняется не такая уж страшная что же это такое что убивало и соответственно вот оно-то а нас и может убить в отличие от метеоритов и что это подумайте пожалуйста ваши предложения я я выступаю эфир ведущему и надеюсь философской музыки ну насчет философской музыки не знаю как получится что мне в голову придет то я поставлю а глава меня такая своеобразная с последнее время непредсказуемая но вот вопрос на самом деле понравился что может быть страшнее падение гигантского астероида или метеорита на нашу землю наши уважаемые радиослушатели пожалуйста обдумайте дайте свои возможные варианты ответов напоминаю ответы мы принимаем в чате народного славянского радио для того чтобы в чат попасть необходимо набрать в любом поисковике народное славянское радио дальше ищите слово чат после этого нажимаете если еще не регистрировались придумывайте логин пароль указывайте имейл какой-нибудь попроще имейл потому что чат старый иногда он не воспринимает слишком умные имейлы где-то много подчеркиваний знаков волшебных вот не пропускает к сожалению вот поэтому если вдруг у вас с имейлом случилась проблемка то придумайте простенький имейл где вы зарегистрируете в mail.ru или в яндекс.ру где поменьше поменьше таких вот всяких знаков и после этого очень быстро зарегистрируетесь и сможете общаться с друзьями задавать вопросы в чате и отвечать кстати и на вопросы наших уважаемых ведущих так вот что-то что может быть страшнее падения гигантского астероида такой вопрос Вадим Чернобров вам всем задал у вас есть поставлю небольшую песню 2 минуты 53 секунды на раздумье то есть как это что где когда вопрос газонтакан да время пошло отдыхаем чуть-чуть но с другой стороны немножко напрягаемся по этому вопросу и пишем ответы вы слушаете народное славянское радио продолжаем продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напоминаю что по одному из современных календарей 8 ноября 2016 года вторник по одному из старинных восьмой день месяца новых даров 7525 лет шестица метеоритная опасность такова тема сегодняшнего нашего эфира автор соведущий Вадим Чернобров и я повторю тот вопрос который Вадим задал перед музыкальной паузой и на который желательно мы хотели бы вместе с Вадимом получить ответы что может быть страшнее падение гигантского астероида на нашу землю и прошу прощения можно я продолжу эту замечательную мне нравится идея каждый раз напоминать какой сегодня день и я коротко продолжу эту линию какой сегодня день например сегодня день рождения рентгеновских лучей я вот убежден что мало кто из нас знает про эту дату что в 1895 году в этот день рентгеновские лучи родились ну точнее если быть точным нам стало о них известно тем не менее так сказать кроме нас и некому поздравить их по большому счету поэтому я это сделаю поздравляем вас рентгеновские лучи и к слову сказать напомню это имеет отношение некоторое к нашей сегодняшней теме поскольку до этой даты то есть до дня рождения рентген это опасность рентгеновских лучей была и что называется она никуда не девалась она ниоткуда не возникла просто мы стали о них знать и вот та опасность о которой мы о которой мы сейчас говорим тоже есть она тоже была наверняка она и будет она не исчезла никуда надо обратить на нее внимание с чем мы сегодня и занимаемся ну кроме этого сегодня имеют к нашей теме разговора еще несколько событий сегодня такой своеобразный юбилей ну тоже так сказать широко известный в очень узких кругах сегодня точнее в этот день в 1992 году произошел первый возможно первый по крайней мере первый известный случай когда не совсем от метеоритной опасности но от опасности уже искусственной чуть не пострадал не пострадали люди точнее экипаж станции мир тогда там был насколько помню Соловьев и Авдеев и вот мертвые ну то есть вышедшие слово из строя нерабочий советский спутник прошел от станции мир всего в 300 метрах то есть ну сравнивая с такими известными боевыми аналогия можно сказать что просвистел буквально над духом это очень страшно в условиях космоса такая здоровенная даже не крошка которая смертельно опасна а огромный многотонный спутник это действительно это примерно то же самое что астероид для динозавров так грубо говоря скорее всего убьет хотя возможны варианты вот ну есть еще замечательные так сказать даты много было хороших и разных НЛО в этот день аномальных явлений например в 65 году произошло какое-то аномальное явление появление НЛО или еще что-то в этом роде в результате чего 36 миллионов человек остались без электроэнергии 800 тысяч человек застряли в лифтах в метро в электричках самолеты не могли сесть над погашенными аэродромами и в общем такой местный апокалипсис рожденный каким-то аноманными явлениями ну вот об этом конечно не все уже помнят но наверное те кто пережил это событие напомню в 65 году оно было так сказать наверное до сих пор помнят ну еще раз говорю таких поучительных событий в истории много мы каждый раз будем их наверное вкратце вспоминать чтобы не забыть однако вернемся к нашей теме вот к теме опасности о которой когда узнаешь встают волосы дыбом вот как с теми рентгеновскими лучами а пока не знаешь пребываешь в таком святом неведении вроде как бы сказать все вокруг замечательно птички поют песни жизнь прекрасна и ничего не предвещает беды что же что же нам пишут люди по поводу того что может быть страшнее метеоритной опасности так а люди вот пока ты говорил дал мне возможность внимательно изучить что написали люди ну вот теперь можно зачитывать любомир написал придурки которые смогут ядро планеты уничтожить дальше страшнее этого насколько я понял к этому относятся хотя может быть они там писали так совпало что именно в этот момент появился как бы ответ дальше Данил ну вирус конечно да много чем себя напугать можно по телеку столько гипотез там просто и многоточие дальше Владимир пишет падение двух метеоритов дальше ответ в эфир астероид принес вирус который до сих пор живет на земле мутирует и мутиру или умира все просто динозавры не мутировали наши предки мутировали Виталий из Эстонии динозавров могли уничтожить вулканы в эфир Владимир Размытич версия номер два Вадим динозавров уничтожила страшная непреодолимая сила изменения параметров орбиты земли и как итог похолодания и Гриша ответ в эфир может динозавры вымерли были съедены людьми по причине отсутствия естественной пищи любомир ионизирующий радиацию динозавров превратила в человека улыбочка так ну еще может быть что-то появилось пока я зачитывал наверное кто-то бы добавил к этой фразе в рептилоидов но это считайте сказанной мной шуткой но тема рептилоидов кем только не рассматривается да хотя в общем-то наверное и есть серьезная тема по рептилоидам и описание тому множество но как-то в последнее время рептилоиды стали таким же словом нарицательным может кто-то специально такой вброс сделал для того чтобы это все дело превратить в некое шоу такое посмеяться и забыть но в общем-то в общем-то наверное все в общем-то наверное пока все да замечательно если коротко сказать но я не слукавил когда сказал что я не я никто другой не знает правильного ответа на этот вопрос поэтому сказанное людьми даже самые так сказать фантастические или шутливые как кому авторам казалось версии мы не можем опровернуть и подтвердить что называется давайте их запросто хотя бы для начала запомним будем иметь в виду при критике при вот возможных проверке возможных сценариев ну я еще несколько к услышанным добавлю к слову сказать части из прозвучавшего в эфире ученые выдвигали то есть не первый раз в общем такие идеи крамольные приходят в голову в том числе к слову сказать и про рептилоидов не будем их к ночи упоминать и про прочие так сказать полуфантастические и более чем фантастические версии все это тоже так сказать звучало и забыли рассказать про инопланетян которые приехали с других планет и побивали динозавров ну наверное так сказать охотились охотились да главное охотились ну сказали что люди охотились славно Такая версия тоже фигурирует, тем более, что на камнях Ики, напомню, это древние изображения в Перу, на которых встречаются и сцены охоты людей на динозавров, и сцены охоты динозавров на людей. Ну, конечно, плотоядных ящеров, если быть до конца точным, на людей прекрасно кушали, если верить этим рисункам людей. С недавних пор подобные антропоморсные сценки на камне были найдены и на территории России, кто хочет их увидеть. Вот я последний год показываю эти рисунки на своих лекциях, в частности, на Северном Кавказе нашли изображения, на которых одновременно присутствуют и люди, и динозавры. И тут, что называется, при взгляде на такие рисунки, невольно рождаются мысли, что версия о том, что люди уничтожили динозавров, не такая уж эта версия смешная, и не такая уж она сказочная. Ну, я не буду уж поминать про русские сказания о том, как русичи боролись против ящеров. Читай против, ну, не против, конечно, Змеев-Горынычей, это уже название личное, а против ящеров. Что называется, кто-то воспринимает это как сказку, но вот при взгляде на такие рисунки каменные, сказка уже не настолько выглядит сказочной. Но, тем не менее, мы, подчеркиваю, пока не решили эту загадку историческую, она требует более кропотливого изучения. И, конечно, мы будем возвращаться к ней периодически, главное, чтобы не забыли мы про нее, что такая загадка есть в истории. И она, условно, может быть обозначена как вопрос, жили ли когда-либо в истории динозавры, ящеры и люди одновременно. Нам не позволяет так вольно обращаться с историей. Известна нам хронология, где, напомню, из учебников школьных известно, что динозавры не вымерли сразу после Юкатанского взрыва 65 миллионов лет назад. Еще несколько миллионов лет пожили, сколько конкретно сказать сложно. А люди, соответственно, появились только спустя много-много десятков миллионов лет. По официальной истории там порядка двух миллионов лет. По пока, так сказать, спорной, но, тем не менее, имеющей право на существование, там 4-5 миллионов лет. Но даже самые революционные, самые крамольные историки не могут сузить, не имеют права сузить эти границы провала, которые существуют в истории между ящерами и людьми. То есть в лучшем случае динозавры не жили уже после 60-го, уже 60 миллионов лет назад, они уже не жили. То есть в лучшем раскладе протянули там пяток миллионов лет. А люди в лучшем из раскладов не жили раньше, чем 5 миллионов лет. То есть получается между нами не 65 миллионов лет пропасти, разделяющей нас, а всего-то, давайте эту фразу «всего-то» закавычим, чтобы весело, так сказать, воспринимать, всего-то получается каких-то несчастных 55 миллионов лет нас разделяет. Уже легче, уже несчастных. Да, уже как-то я дышу спокойнее, а то да, ну как-то так очень большая, а тут вообще ерунда какая-то. Ну, что называется, конечно, можно дальше, так сказать, ее сокращать, но все равно пока много, пока много. Вот это вот сокращение мы лихо тут за 2 минуты 10 миллионов лет списали, пользуясь тем, что над нами не стоит, на нас не смотрит таким уничтожающим глазом профессура с исторического факультета. Наверное, наверное, в их присутствии произнести такого гораздо сложнее. Но, понятно, есть авторы, которые легко, как бы сказать, перескакивают через эти 55 миллионов лет, и многие пишут о том, что, а может быть, где-то там в затерянных местах какие-то ящеры сохранились до сих пор. Нет, ну вообще спорю, что они до сих пор живут, и не только там где-то, а конкретно места указываются. Конечно, конечно. Конкретно там уже и поиски ведутся. Я, может быть, чтобы кому-то не показалось, что я совсем считаю эту крамольную фразу просто сумасшедшей, даже если она и сумасшедшая, тем не менее, напоминаю, что я эти идеи о том, что где-то, может быть, они все-таки, так сказать, спасибо старику Дарвину, если они пережили одну катастрофу, значит, они могли приспособиться и пережить массу других катастроф. Вот, исходя из этого предположения, я не в кабинете, так сказать, об этом рассуждаю, я много раз брал рюкзачок и ехал и проверял. И, надо сказать, где-то у меня остаются сомнения. То есть, примерно в 30 озерах, которые я исследовал, я понял, что никаких динозавров нет и в помине. Недавно, например, мы вернулись в Медвежьих озер, недавно были на озере Бросно, ну и на многих других местах, где, как на озере Лох-Нес, вот, согласно мнению некоторых авторов, многих авторов, точнее, якобы живут до сих пор древние ящеры. Вот, в отношении большинства озер, я уверен, увы, так сказать, все, что я лично видел своими глазами, то, что показывают научные исследования, которым я доверяю больше, чем, ну, своему желанию, знаете, мое желание, чтобы они жили. Вот, честно скажу, мне было бы веселее, наверное, как и большинству из вас, чтобы они жили, не так скучно было бы на нашей планете. Но, оговорочка, чтобы их было мало, вот, пока их мало, где-то они на отдаленном озере, или, в лучшем случае, в московском зоопарке, это идеальный вариант, когда к ним попасть можно только, вот, отдельным группам сумасшедших туристов и исследователей, таких, как я, или полусумасшедших. Когда они, как в сказках, не прилетают, аки-вороги на наши славянские исконные земли, приводят, так сказать, наши деревни и города в упадок и разорение, когда приходится богатырям драться с этой ящероподобной нечистью. Вот, когда они не воюют, а тихо живут в затерянных мире, это идеальный вариант. Мне нравится он, но, подчеркиваю, как бы сказать, увы, этот вариант не подтверждается, хотя в двух местах, подчеркиваю, до сих пор, я уверен, кто-то есть. Может быть, не ящер, но кто-то, неизвестные хищники, есть. Так что, если среди наших радиослушателей есть достаточно, ну, не сумасшедшие, называемые полусумасшедшими исследователями, готовыми, так сказать, в затерянные края отправиться ради проверки, научной проверки этой полусумасшедшей идеи, не лишенной, надо сказать, здравого смысла, я считаю, здравый смысл забывать нельзя, даже когда ты занимаешься полусумасшедшими идеями. И научный подход тоже забывать нельзя. Вот в данном случае мы все будем делать по научным методам, как всегда, и если есть желающие, мы обязательно поедем и либо докажем отсутствие, либо докажем присутствие. В общем, научный сорви головы, где вы, давайте, объединяйтесь и приходите к нам. Сгоняем куда-нибудь там, найдем что-нибудь. Правильно. Теперь переходим дальше. Подчеркиваю, я только на этом основании, если мы где-то найдем вот оставшихся, последних оставшихся змеев Горыныча, извините за сказочный стиль, если мы их найдем, если они все не померли во времена нашего славянского государства, то мы их обязательно где-то отыщем. Может быть, они от нас прячутся, как бы зная наш крутой славянский нрав, что с ними обходились весьма, так сказать, жестко наши предки, и у них есть основания от нас прячутся. Ну, поэтому, так сказать, их можно понять. В общем, надо искать, надо искать. Но пока, подчеркиваю, пока не нашли, пока научными методами мы не доказали, я не могу, в отличие от некоторых авторов, взять на себя смелость и сказать, что люди их уничтожили. Я бы, если бы я верил больше легендам, я бы сказал даже не просто люди, а даже назвал имена этих людей. Там какой-нибудь Добрыня Никитич или еще какой-нибудь Илья Муромец. Вот кто, так сказать, виновен в исчезновении динозавров, то бишь ящеров, убил последнего супостата, так сказать, и похоронил, кстати говоря, известны же могилы этих самых трехголовых ящеров, монстров, которых после смерти, после гибели в бою с богатырями похоронили. То есть, для кого-то, наверное, это откровение, но я много лет хочу провести раскопки на могиле змея, убитого русским богатырём. Не хочу называть название этого холма, но историки, краеведы знают прекрасно могилу, где находится могила змея. Огнедышащего, или как он там назывался, это, так сказать, не столь важно, но могила это известно. Вот раскопка в этом месте, наверное, бы поставила в многолетнем споре, дрались ли люди с ящерами жирную точку, либо, так сказать, точку с плюсом, либо точку с разочаровывающим минусом. Вот, ну, одним словом, давайте вот до того, как мы проведём раскопки на могиле ящера, убитого русскими богатырями. Это будет не завтра, конечно. До того, как мы сетью или видеокамерой снимем ящера на двух из тридцати обследованных нами озёр, то есть это на двух озёрах сохраняется такая вероятность, научный шанс. До этого момента, так сказать, мы не будем брать на себя такую лихую ответственность и говорить, что да, это уничтожили мы. Если мы договоримся, давайте, так сказать, пойдём дальше в версиях. Ну, по той же самой причине я не буду утверждать, что это сделали инопланетяне, что называется, ну, не найдены пока, кстати, на это указания. Есть несколько вариантов, которые в прессе научной, так сказать, мелькают. Есть несколько вариантов, которые я добавлю уже от себя. Значит, ну, более-менее обсуждается несколько таких эпизодов, несколько сценариев опасности, которая грозит от падения метеорита. Ну, мы, конечно, уже, вы понимаете, я сейчас говорю не о мгновенных ренаповских последствиях от ренаповского события, то есть от мгновенной катастрофы, я сейчас говорю о долговременных последствиях, таких, которые не убивают сразу, а дают возможность пожить миллионы лет. Значит, к таковым, так сказать, относят, ну, например, люди, ученые придумывают такую версию, а может быть, метеорит упал не просто в обычную Землю, но, к слову сказать, я с трудом, как бы сказать, сейчас подбираю слова, какая нужна, так сказать, Земля в этом случае, как можно попасть в неблагоприятную зону, если речь идет о падении колоссальных по размерам тела. Тут куда не упади, обязательно попадешь, если падает астероид размером 10 километров, это классический размер Юкатанского, то там куда ни плюнь, что называется, извините, попадаешь на какой-нибудь геологический разлом. Ну, это мое такое сомнение, а специалисты говорят, вот если падает не просто так метеорит, а он попадает на геологический разлом, вот тогда, так сказать, запускается цепочка событий неблагоприятных, ну и, естественно, количество последствий от этого неблагоприятного события растет иногда на порядке. Все верно, но немножко с небес на Землю от последователей этой здравой, на мой взгляд, и вполне научной версии я вернусь с небес на Землю. Вот эти последствия, если они умножаются, они ренаповские, они тоже мгновенные, ну или, по крайней мере, они не растягиваются не то, что на миллионы лет, они не растягиваются на десятки лет, они могут иметь последствия там на года, но, может быть, если речь идет о повышенной вулканической активности, вот падает астероид на гигантский геологический разлом, там выплескивается лава и запускается в действие вулканический сценарий, начинают работать вулканы, и вулканы извергаются, конечно, постепенно, так сказать, большая часть из них тухнет, но некоторые извергаются десятилетиями и даже столетиями. Все это, так сказать, имеет место быть, может иметь место быть, но, еще раз говорю, эта цепочка не на миллионы лет, то есть нашей задачи это не подходит, не объясняет, точнее, поставленную задачу, что же убивает через миллионы лет. Следующий вариант, тоже, так сказать, хорошо известен в научной среде, что касается Юкатанского, метеорита такого уже на него, уже на него повесили обвинение, что именно он убийца динозавров, вот относительно него известно следующее, что он попал в некую область, где вместе с пылью, образованной чудовищным взрывом, выделилось и большое количество серы. Откуда, так сказать, где такая область, где большое количество серы, я не знаю, но гипотетически, так сказать, допускаю это. И вот не просто пыль взлетела в атмосферу, но и пыль была с большим содержанием серы. А что такое сера? А сера, это при некоторых, так сказать, химических реакциях, возможно, приведет к появлению большое количество серной кислоты и серно-кислые дожди, дожди из серной кислоты или, так сказать, с слабо концентрированной серной кислотой, но это тоже, так сказать, не фонтан, не думайте, что в этих дождях там исчезает, просто растворяется все живое и неживое, это только в сильной, концентрированной серной кислоте происходит. Но даже, так сказать, слабо концентрированной серной кислоты достаточно, я вас уверяю, чтобы мало не показалось, и пьющие из этих серно-кислых источников животные, люди, ящеры долго не протянули. То есть, сценарий, все красиво, все замечательно и более чем впечатляюще и страшно. За исключением одного, опять не объясняет, почему это растянулось на миллионы лет. Атмосфера рано или поздно, как, к слову сказать, можно сказать, доказана нами экспериментально, есть производство у нас на Земле, и в том числе, к сожалению, и в России, и я это говорю с некоторым сожалению, которые выделяли, ну, производство, естественно, без должного уровня очистки, биологической, экологической очистки выделяемых дымов, и вокруг этих производств в дымах, выделяемых в атмосферу, тоже было большое количество серы, так что в округе было некоторое количество осадков и слабо концентрированной серной кислоты. Наверное, я сейчас сказал, не совсем, может быть, с нужным ударением и с нужным пафосом, потому что сказано, это должно произноситься с очень грозным тоном, и обязательно, так сказать, требование немедленно прекратить это безобразие. Я абсолютно согласен, так поступать с природой и с самими собой, с людьми нельзя, но вот такие производства закрылись в результате там кризиса, развала Союза в 90-х годах, и о чудо, мы прекрасно экспериментально видим, как природа на протяжении с развалом Союза прошло всего четверть века, то есть не миллионы лет, природа взяла свое, и эти места быстро становятся, быстро возвращаются природой, экология там восстанавливается, ну, разумеется, сейчас восстановилось далеко не все, есть долгоживущие элементы вредные, которые еще долго, так сказать, будут давать о себе знать, но в большинстве своем животный состав вернулся на свой бывший ареал обитания. Я говорю это с некоторой гордостью, но, опять же, понимая, что произносить такое перед экономистами, перед политиками и коммерсантами тоже вредно, чтобы они не расслаблялись. Нельзя такие эксперименты, думая, что все сойдет с рук, делать. Но в нашем случае этот эксперимент, так сказать, нам на благо, вот при решении этого вопроса, он дает нам четкое право утверждать, что даже если бы свершился вот тот самый страшный сценарий, который я сейчас озвучил, что Юкатанский метеорит был страшен не только сам по себе, но и плюс еще большим выбросом серы в атмосферу, даже, так сказать, при самом страшном раскладе для пессимистов, там, самом запредельном, это означает, что подобные страшные последствия общепланетарного масштаба тоже не могло длиться, ну, вот не буду сейчас временные границы четко устанавливать, я сказал про эксперимент в четверть века у нас в России, ну, пусть умножим последствия там в разы, ну, даже не четверть века, даже там один век дадим природе восстановиться, но она бы все равно восстановилась, и опять же, это восстановление не шло бы больше или там даже близко к миллиону лет, миллион лет восстановится все, что угодно, а все, что не восстановится, предположим, что какие-то последствия, которые, какой-то такой механизм, страшный механизм, который запустил в действие Юкатанский метеорит, предположим, что он был, имел курковой эффект и привел в действие некие геологические общепланетарные изменения, и они были настолько страшны, что природа, геология нашей планеты, метеорология, экология не восстановили этот страшный смертельный удар, предположим, а в этом случае на помощь мне приходит опять старик Дарвин, который говорит, ну, изменились условия, природа не восстановилась, но животные приспособились бы к изменившимся условиям, для этого они это не могут делать за месяцы, они это не могут делать за годы, но за несколько поколений, то есть там за сотни, за тысячи, а за миллионы лет просто с гарантией, они бы это сделали, то есть иными словами, озвученные мною, озвученные другими учеными сценарии постметеоритной опасности, то есть понятно, что метеоритная опасность в этом не виновата, но придумывая, что метеоритная опасность является неким курковым процессом, который приводит в действие другие процессы, вот эти постметеоритные процессы тоже не виноваты, нужно что-то другое, принципиально другое, ну, говорят, тут уже напомню о версии, которая может объяснить, почему можно после стресса умереть спустя миллион лет, стресс это падение метеорита, оно не убило сразу всех динозавров, они пожили еще много-много лет, но потом, так сказать, под воздействием этого стресса не сумели пережить и померли в каких-то там злонамеренных муках, более чем странных переживаниях спустя миллионы лет, вот в пользу этой версии, объясняет, как можно умереть после воздействия спустя миллионы лет, наверное, теория пассионарности, теория рассматривающая проживание тех или иных видов, тех или иных рас, тех или иных видов животных, тех или иных биологических классов, считая их смертными, считая период их существования примерно таким же, но только в больших масштабах, безусловно, как период существования одного биологического вида, у которого бывает как зарождение, как зрелость, так и, так сказать, увядание и смерть. Почему отсылаем желающих почитать труды по пассионарности биологических видов, может быть, они имеют место быть, но в таком случае связано ли это опять же со стрессом метеоритной опасности, ведь за миллионы лет, точнее, за десятки миллионов лет, которые и даже за сотни миллионов, которые те или иные биологические виды живут, те же ящеры, конечно, они стрессов испытали немало, и не только нарометеоритные, много что выпадало на их памяти, мы живем не так долго, и то, так сказать, пережили много чего, начиная от кризисов, мировых войн и прочих, так сказать, в глубину веков как ни заглядывая, так все страшнее и страшнее, и все это мы пережили и полны, так сказать, энтузиазма, ну, по крайней мере, мы не собираемся, не собираемся из-за осознания того, что живем в неблагоприятном мире, который время от времени ужас, наша планета оказывается не является закрытой системой, закрывающей нас от внешних опасностей, но вот, тем не менее, так сказать, мы осознавая это, все-таки не стремимся покончить жизнь моббистом. Опять что-то не то, что-то здесь не складывается. Значит, мне нравится идея, не знаю, кто из радиослушателей озвучил тему, а был второй метеорит, то есть одним юкатанским мы не обошлись. Ну, так, этот ответ из-за разряда попробуйте доказать или опровергнуть его. Может быть и второй, может быть и третий, какой угодно, но мы можем не найти метеорит этот, то есть юкатанский найден. Может быть где-то, так сказать, на безвестном дне какого-нибудь из океанов, океанское дно исследовано чрезвычайно плохо, или может быть где-то в Африке или в Южной Америке или в Азии или в России территория, которая на предмет обнаружения древних остроблем исследования столь же плохо, как и дно океанов, для кого-то это, так сказать, новость, наверное, более-менее хорошо на предмет поисков древних остроблем исследована только Европа и Северная Америка. Вот это те места, где на карте остроблем нержанным глазом сразу бросается в глаза, что просто метеориты только туда и падали, а все астероиды все достались североамериканцам и европейцам, а что это получается африканцы и азиаты и югоамериканцы и австралийцы, ну я уж молчу про жителей гипотетических Антарктиды, что они вообще не подвергались атакам метеоритов, нет, просто это говорит о том, насколько процент обследованности территории велик в той или иной местности. Значит, соответственно, не найденных остроблем в реальности вот вы поняли, что означает процент обследованной территории к необследованной. Чтобы понять эти проценты, просто сравните площадь Северной Америки без ее северных территорий, без Аляски и Северной Канады, плюс площадь территории Европы и вот эту сумму площади сравните с площадью, общей площадью планеты. Навскидку скажу, это примерно соотношение 5 или 10 процентов к 100 процентам. То есть мы не знаем 90, плохо знаем, точнее, плохо знаем 90 процентов остальной площади. Соответственно, 90 процентов юкатанских и прочих астроблем нам пока неизвестны. Мы их ищем периодически. Новые подозреваемые находятся. Совсем свежее обнаружение возможной астроблемы на территории России. Последнее из того, что я знаю, самая свежая была найдена в Кировской области. Мы там были совсем недавно. Надо сказать, там астроблема поменьше юкатанской, но вполне сопоставима. Это порядка полусотни километров. Весьма, так сказать, недурно. Это в 10 раз больше астроблемы, возможной астроблемы на дне Индийского океана, которая устроила нам всемирный потоп. В 10 раз больше астроблемы, запустившей механизм всемирного потопа. Страшная цифра. И она всего-то в тысячи километрах езды от Москвы, в Кировской области. Кому интересно, юго-западнее славного города Киров. Но таких астроблем в России, точнее, мест с подозрением на астроблемы сейчас обсуждается порядка сотни, так что это не единственное, не первое и, конечно же, не последнее такое подозревание. Так что, когда люди, радиослушатели или другие какие-то специалисты говорят о других метеоритах, намекая, что юкатанский метеорит не одинок и не надо на него вешать сразу все висяки, все смерти, всех динозавров за все известные периоды нашли, так сказать, крайнего. Вот те, кто так говорит, конечно, я поддерживаю вот эти сомнения, хотя прекрасно понимаю психологию и полиции, которая вешает висяков на первого, так сказать, попавшегося преступника, и прекрасно понимаешь североамериканских ученых, которые тоже повесили на североамериканского подозреваемого, как только нашли подходящую астроблему, сразу на нее все повесили. Почему? Потому что, так сказать, приятно осознавать, что ты живешь рядом с этим историческим событием, можно сказать, событием, которое привело, убрало конкурентов человека с поверхности Земли. Вот, так что метеоритная опасность, безусловно, одним юкатанским метеоритом не ограничивается, факт неоспоримый, но пока не найден, так сказать, другой подозреваемый, говорить об этом рано. Но даже, предположим, даже с учетом того, что мы пока не нашли, но предполагаем, что найдем, вот этот самый некий, так сказать, виновник, некий астероид-убийца, который убил действительно динозавров, мы пока предполагаем, но есть другое. с точки зрения криминалистики, а мы сейчас занимаемся поиском убийцы, мы такие исторические палеокриминалисты, задача которых за пять минут решить проблему, кто убил динозавров, какие у нас есть улики, помимо юкатанской остроблемы, а больше улик на самом деле не так много, и имеющиеся улики, говорят, что убийцей и не было, в нашем понимании, убийцей метеорита не было, в каком смысле, а не важно сколько было метеоритов, один юкатанский, или их было два, юкатанский плюс допустим, извините, жители Кировской области, и кировский астероид-убийца, приведите еще любого другого подобного претендента, все равно ими объяснить нельзя, почему, потому что здесь любой криминалист со мной согласится, смерти мгновенной не было, смерть была растянута, нудно, на протяжении многих миллионов лет, и может быть, вот теперь вступают в силы надежды криптозоологов, ищущих вместе со мной, или без меня, живых динозавров, возможно, существующих где-то в затерянных озерах, или в затерянных местах до сих пор на нашей планете, или, как они говорят, смерти не было вообще, то есть, просто медленно, медленно они выдавливались там кем-то или чем-то, экологией, человеком, инопланетянами, плохими условиями жизни, стрессом, и еще там двадцатью, тридцатью причинами, то есть, иными словами, все то, что я сказал, с точки зрения криминалистической логики, не политической, к политикам эта логика не относится, криминалисты бы просто посмеялись над нашими жуткими, глупыми попытками найти виновника смерти, виновника убийства, при том, что самого убийства таки и не было. то есть, теперь, так сказать, возвращаясь к поискам виновного, значит, опять же, раз версия второго, третьего, десятого метеорита не подходит, ни один метеорит не в состоянии это было сделать, ни два, ни десять, никакое количество, точнее, они в состоянии, конечно, сделать, и может быть, по этой же логике, в другие времена, но это было до ящеров, до того, как ящеры погибли, точнее, до того, как они появились, действительно, в истории Земли были случаи появления, были случаи смерти, там, 90-95% всего живого, причем смерти, возможно, даже мгновенной, мы не можем сказать, как долго длилась эта смерть, она за 5 минут, за 5 лет или за 5 веков прошла с точки зрения геологии, то и другое, третье, мгновенно, и вот, когда умирали все, там, 90% или сопоставимые с этим, ну, для примера, напомню, про пермскую, про пермский период, про пермскую катастрофу, не путать с жителями Перми, пожалуйста, хотя первые находки вот этого доказательства пермской катастрофы, в общем, были найдены именно на этой территории, но эта катастрофа имела действительно общепланетарное значение, и вполне, раз она была мгновенной с геологической точки зрения, значит, тогда, возможно, виноват был крупный астероид, но это было, подчеркиваю, очень задолго до ящеров, в нашем случае, так сказать, сравнение не совсем корректно. В общем, как ни крути, надо искать причину долгоживущую, и причину, может быть, связанную, но не обязательно связанную с космосом, с космическими причинами, с метеоритной опасностью. Это, давайте, я тезисно коротко перечислю возможные пути, как можно решить эту проблему. Ну, например, представить себе, что не все метеориты одинаково полезны. Извините за каламбур, который мы часто слышим в рекламе о йогурте. Не думайте, что я это говорю с усмешкой, ведь все знают, что метеориты есть зло, несущее смерть. Нет, во-первых, я уже сказал, мы с вами живы, благодаря легенде о метеоритной опасности, благодаря тому, что когда-то вовремя, вовремя, слава Богу, внушили сначала ученым, а потом политикам о том, что и метеоритная опасность, и ядерное оружие однозначно уничтожат человека, не дадут возможности выжить в ядерной войне, вот эта спасительная мысль была вдолблена в голову политиков благодаря на примере метеоритов, очень доходчиво, ну, точнее, на примере метеоритов и динозавров, очень доходчиво, не только поэтому я считаю, что динозавры, что метеориты несут, иногда несут и добро, я напомню, мы живем на планете, на планете Земля и не только Земля, может быть и другие планеты возникли благодаря метеоритам, ну, по крайней мере, согласно наиболее известной версии, гипотезы, планеты возникают из-за слепания облака, которое существует вокруг молодой планетарного облака, пылевого, которое существует вокруг молодых звезд, вот когда-то вокруг нашего молодого подросткового Солнца, еще не было никаких планет, но была куча пыли, и вот эта пыль слипалась, где-то комок пыльной грязи стал побольше, где-то поменьше, один из комков грязи потом стала превращаться в будущую планету Земля, но когда Земля еще была не такой большой, на нее падали, 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 и бесконечно казалось, казалось бесконечно падали метеориты, то есть им этим тогдашним палеометеоритам мы обязаны самим фактом существования той замечательной планеты, на которой живем, от тех, конечно, большая часть метеоритов, там, 90 или 99, или 99 после запятой всех метеоритов попадали уже на Землю, все, что, почти все, что могло упасть на Землю, за исключением мелочевки, ну, иногда это мелочевка размером с Тунгусский метеорит, конечно, ну, почти все Земля собрала в себя, и даже то, что падает, даже то, чего мы опасаемся, это просто мелочи, жуткие, даже не жуткие, вернее, а какие-то слабые отголоски от тех солидных астероидов и метеоритов, которые, так сказать, в эпоху земной молодости нам доставались. К слову, то есть, иными словами, мы, пролетая стабильно по одной и той же орбите, уже там многие миллиарды лет, я сейчас говорил о миллионах, в данном эпизоде вправе говорить о миллиардах, за миллиарды лет наша планета с момента ее создания, а это произошло даже не за миллиарды, а за первые полмиллиарда лет, она быстро за какие-то там несчастные полмиллиарда быстро собрала все самые опасные метеориты, собрала, впитала в себя, сделала частью себя, железные метеориты сделала частью железного ядра, каменные метеориты частью каменного пояса внутри нашей планеты, в общем, распределила метеориты по слоям, по геологическим пластам, благодаря тому, что она еще и разогревалась, в общем, зажили мы весело и замечательно, при этом все самое опасное, собрав со своего пути, подчеркиваю, все большое, все большое, что когда-либо вращалось вокруг Солнца по орбитам опасным, опасным возможностью столкновения с Землей или хотя бы опасностью приближения, даже не столкновения, а опасного приближения к Земле, все более-менее большое мы собрали, точно так же, как собрала Венера, как собрал Марс, ну и тем более Юпитер, тут отдельно ему спасибо, потому что он нас защищает в этом плане от других метеоритов не меньше, чем Земля нас защищает, в общем, одним словом, те опасности, которые остались, они просто блекнут с опасностями прошлого, так что то, что уничтожило когда-то в Пермский период, во время Пермской катастрофы почти все живое на Земле, с большой долей вероятностью это уже не повторится, потому что те опасные астероиды Земля собрала тогда в дремучую свою извините не древность а молодость в этой связи два слова большой привет сумасшедшим верящим в возможное существование планеты Нибиру с точки зрения астрофизики или точнее даже баллистики космической это тело невозможно к существованию в пору молодости Земли то есть в те первые полмиллиарда лет да такие тела возможно были может быть даже не одно но все они в результате катастроф столкновений и катаклизмов называемых разборками межпланетными все эти тела утряслись и в конце концов выжили сильнейшие и нынешние планеты есть те которые выжили вот в этих самых космических разборках если планета Нибиру когда-либо существовала она существовала в те времена и сейчас существовать последние четыре с половиной миллиарда лет существовать не может напомню почему согласно мифу рожденному легкого пера известного автора фамилию которого все знают это наш соотечественник еврейской национальности проживавший в Советском Союзе который уехал за океан и этот замечательный писатель написал не одну книжку об анунаках Нибиру и прочих легендах которые якобы он перевел с шумерского языка другие специалисты по шумерам вертят головой и ничего подобного не знают но не буду сейчас касаться того что я ездил по следам этого автора и этих книг с космонавтом Гречко в поисках подтверждений тому что он пишет увы так сказать мы находили что-то но большую часть написанного конечно приходилось опровергать но самое большое опровержение это не наши экспедиции это реальность заключающая в том что Нибиру в том виде как ее описывают то есть планеты с вытянутой орбитой которые раз в энное количество тысяч лет ну по тексту это три там с чем-то тысячи лет подлетает к земной орбите и вот ее очередное появление которое на моей памяти ждали сначала в 80-х годах потом в 90-х годах в 2000-х годах ждали ну я думал что уже идиоты которые ждали в 12-м году идиоты которые обзывали кричали меня обзывали меня которым я предлагал не спорить не ругаться а поспорить предложить пари вот прилетит ваша Нибиру значит я проиграл я заплачу вам столько сколько скажете а если не прилетит вы заплатите мне хотя бы мороженое купите вот людей которые должны мороженое купить напомню если нам слушают таких людей много хотя бы одно дайте Вадим горлышко заболит я вас успокою ни один человек который до хрипоты кричал что Нибиру прилетит всех убьет в 12-м году ни один человек мне ни одного мороженого не дал я просто систему просто не заметил оно очень большой скорость разливило и поэтому не затормозило вовремя у них логика другая что он прилетит но чуть позже ну в 12-м да он немножко где-то запормозился там видимо на ручник встали они где-то за орбитой Юпитера но скоро они просто поняли что их ждут поэтому они решили немножко вот что я к тому что ни в 90-х годах ни в 2000-х ни в 2012-м ни в этом году опять просыпаются так сказать еще идиотизм он не истребим к сожалению просыпаются люди зазывающие Нибиру я хочу так сказать не уходя в дальнейшие споры не ругались с ними готов с ними со всеми на их условиях пари составить мне только мороженое надо вам любые деньги которые вы захотите в случае выигрыша но выигрыш невозможен потому что еще раз подчеркну чтобы забыть эту историю до следующей оказии поскольку такая планета если бы существовала за миллиарды лет она либо уничтожила бы Землю либо Земля ее уничтожила либо Земля либо она но кто-то боливар двоих не вытащит кто-то победил кто-то должен был победить либо так кстати они столкнутся родят в результате столкновения новую планету либо родят рой астероидный ну в общем существовать стабильно вот эта нестабильная система не может наша наша планетарная система стабильна последние 4,5 миллиарда лет никаких астероидов которые грозят нам катастрофой а-ля пермская катастрофа теоретически конечно ну не бывает же совсем жизни без сюрпризов я допускаю какой-то мизерный процент вот такой вот злонамеренной страшной никем не замеченной причины ну например даже если предположить что в реальности в солнечной системе таких таких астероидов класса пермски то есть астероидов способны сделать с землей стерилизацию по типу пермской катастрофы допуская что их нет на обозримой части нашей солнечной системы но опять же это не означает что нам надо расслабляться потому что вспомним с чего начинается фильм классический такой немножко конечно простоватый но немножко сказочный фильм кажется он называется звездный десант он начинается с того что некая злая цивилизация посылает на землю астероид и этот астероид с другой то ли галактики то ли с другой звезды летит 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 с какой скоростью он должен был лететь не знаю и оказывается что у нашей цивилизации к тому моменту думайте оказывается а к тому моменту мы летаем уже по всей галактике у нас уже звездные десантники во все и вот несмотря на то что у нас куча форпостов по всей галактике у нас возможности понятно технически зашкаливают по сравнению с нашими но оказывается мы прошляпили этот летящий астероид он прилетел на землю ну а далее так сказать сценарий фильма я не буду пересказывать самая смех самая ха-ха начинается когда мы узнаем кто же все-таки враги враги оказались обыкновенные жуки которые попками умеют стрелять да я как бы не хотел дальше уходить не ну вот это просто ха-ха если ты это не расскажешь тогда тогда все ты зря начал рассказывать это хороший фильм в плане того что люди после этих фильмов когда люди вместе борются с надуманной но внешней угрозой такие фильмы нас объединяют конечно внутри планеты согласитесь они заставляют нас друг на друга смотреть не со злобными прищуром называют друг другом там москалями хохлами америкосами и прочими так сказать тварями противными а гордо называть друг друга братьями землянами все-таки немножко есть что-то в этом такого хотя я я считаю что патриотизм воспитывать на ненависти к чужим даже тем кого мы даже к жукам про жуков не знаю но но я считаю что к иным цивилизациям надо относиться относиться уважительно жуки они или не жуки еще так сказать посмотрим но то что они не хотят того что мы приписываем вот уничтожение всего живого и нас в том числе у нас на земле я думаю что ну пора пора наконец прознести это признание нет оснований вешать на них это то что мы то что мы за них придумали так что согласен согласен последнее так сказать сомнение которое у меня здесь возникало я хотел приводя в качестве примера фильм звездный десант сказать что даже если предположить что пермских астероидов ну вы уже поняли что означает термин пермский астероид он не классический его придумал я в литературе он не встречается но если предположить что пермских астероидов не осталось в нашей солнечной системе то вот не расслабляться нам бы позволила вероятность что этот пермский астероид могут нам подкинуть искусственно или там случайно как бы случайно из других звездных систем но как вы понимаете даже эту вероятность я считаю весьма надуманной тем более тем более что даже если какой-то залетный пермский астероид прилетит с другой вне системной части нашей галактики или здесь здесь я сделаю паузу потому что дальше я говорю совсем крамольную мысль или даже вне галактики а вот здесь что может прилететь вне галактики начинается совсем темный лес совсем белое пятно мы-то про галактику можем весьма весьма так сказать приблизительно что-то да что там галактика мы свою солнечную систему и даже собственную планету еще на 90 с лишним процентов не обследовали но о других галактиках имеем очень приблизительное представление но важное дополнение имеющее отношение к метеоритной опасности все метеориты все астероиды которые падают на землю точнее точнее не все а 99 процентов всех астероидов всех метеоритов болидов и метеоров которые вторгаются в атмосферу нашей планеты я называю цифры рожденные которые были подтверждены экспериментально в результате радарных наблюдений скоростей метеоров выяснилось что примерно один процент из этих радарных наблюдений один процент всех метеоров и как экстраполируете данные на метеориты астероиды можно сказать и всех других космических тел имеют вне галактическое происхождение то есть их скорости выдают в них жителей прибывших с других галактик вдумайтесь пожалуйста в эти цифры 99 процентов наших метеоров метеоритов наши галактические то есть это метеориты прилетевшие там с Луны с Марса оговорочку маленькую так коротко скажу еще в прошлых лекциях я всегда говорил что известные про и наука знает про 11 марсианских метеоритов которые прилетели с Марса на Землю то есть имеет марсианское происхождение но вот буквально вчера поступила новость что группа ученых неких посчитала что это невозможно вот именно по скоростным по баллистическим причинам то что раньше считалось вроде бы мы укладывали цифры что удар крупного астероида по поверхности Марса может выбить с большими скоростями с поверхности Марса марсианский грунт и тот этот грунт вылетая с поверхности планеты Марс может получить вторую космическую скорость то есть улететь далеко от планеты Марс и впоследствии попасть в качестве метеоритов попасть на Землю вот раньше считалось что это возможно а сейчас пересчитали цифры и оказалось что-то так сказать дефицит что-то недобор в скоростях и ставят эту вероятность под сомнение из чего получается что те 11 марсианских метеоритов которые лежат в музеях получаются вовсе не марсианские караул ну это не первый удар по нашему научному самолюбию о том что мы знаем так сказать больше чем чем вчера оказывается вот знали наши научные взгляды оказывается оказались неверными к слову напомню на днях еще одна находка так сказать была анафемия объявлена в Европе в музее во время ревизии проверили лунный грунт якобы привезенный американцами с луны оказалось что он имеет вовсе не лунное происхождение кошмар ужас в общем я к тому что пересматривать свои научные взгляды конечно надо регулярно чем мы этой передачей в общем и занимаемся по большому счету вместе с вами но вернемся от кошмарных открытий или точнее разочарований научных музейных разочарований этой недели мимо которых я не мог так сказать в силу большого морального удара скажем так мимо них не мог пройти тем не менее пока те знания которые еще не провернуты вполне может быть мы их тоже проверим но пока на том уровне знания что мы имеем мы можем утверждать что 99% всех тел астероида в том числе прилетают к нам если не из нашей собственной солнечной системы это естественно большинство из них сколько не скажу может быть там 70 может быть 80 процентов но подавляющее большинство к этому подавляющему большинству приплюсовывается еще не подавляющее большинство вместе они дают 99 процентов это тела галактические то есть те тела которые разогнались до третьей космической скорости и вышли из своих из поля притяжения своих звездных систем и попали в поле притяжения нашей звездной планетарной солнечной системы и вот вместе это большая часть меня интересует мы уже знаем что из себя представляет эти 99 процентов кто не знает сходите пожалуйста либо в музей космопоиска вход бесплатный где есть метеориты в том числе непризнанные метеориты это самое интересное мы о них сейчас говорим о самых загадочных о самых неучтенных метеоритах вот пока мы не разберемся с неучтенными мы не поймем в чем собственно говоря загадка в чем основная опасность этой самой метеоритной метеоритной угрозы либо очень советую сходить в музей кметок комитета по метеоритам но в этот музей вход только по особому так сказать распоряжению по особой договоренности ну либо самый простой вариант и бюджетный сходить в музей ферсмана лучше в советском союзе и конечно же теперь в россии и конечно же в москве коллекция музейных метеоритов даже советую сходить в этот музей на Ленинском проспекте в среду потому что вход бесплатный и смотрите на здоровье как выглядят эти метеориты получите колоссальное удовольствие и впечатление но при этом можете загадать эту загадку любому специалисту по метеоритам и с большой гарантией вобьете его в ступор задайте вопрос покажите мне внегалактические метеориты не хочу как бы подставлять коллег метеоритчиков но действительно вопрос очень сложный вот моя задача одна из моих больших задач которые я перед собой вижу найти внегалактический метеорит он должен теоретически конечно может быть похож на галактические и солнечесистемные метеориты которыми завалены вот эти вышеназванные замечательные музеи все что вы видите как вы понимаете в этих музеях это метеориты прилетевшие из нашей солнечной системы или из нашей галактики а где метеориты внегалактические большой большой вопрос они должны быть похожи на наши метеориты и соответственно они такие же то есть отличить их нельзя принципиально их можно в таком случае вот если предположить что они похожи их можно отличить только в момент падения зная скорость падения ну предположим близкий к нам пример падает скорость падения тунгусского метеорита мы можем вычислить очень и очень приблизительно просто потому что в то время радарных доплеровских измерений естественно даже не слышали про такое мы можем приблизительно вычислить по показаниям очевидцев и приблизительно могу сказать скорость была очень мала ну очень в смысле сравнительно мала скорость последних крайних метеоритов вычисляют с большой точностью например скорость нашумевшего в буквальном смысле известного во всем мире Челябинского метеорита была 18 километров в секунду это выше чем вторая космическая но это ниже чем скорость ухода из солнечной системы то есть это однозначно говорит что метеорит это солнечная система то есть его происхождение наше родное солнечесистемное галактический метеорит должен иметь скорость естественно выше и есть метеориты найденные найденные метеориты которые прилетели со скоростями там порядка семидесяти километров в секунду а есть доплеровские данные о метеорах летящих со скоростями сто километров в секунду вот эти гарантированно вне галактические но нет найденных почему объяснение очень простое вы поняли что во первых это редкие метеориты их процент около одного их процент на содержание один процент может быть чуть меньше а что такое один процент сравните за все века поисков метеоритов на территории России включая Российскую империю историю Российской империи включая историю Советского Союза включая историю современной России в границах Советского Союза и Российской империи за все годы за все века было найдено не удивляйтесь кто-то думает это тысячи метеоритов нет цифра скромнее гораздо порядка 180 190 метеоритов там возможны разночтения разные авторы дают и я тоже свою цифру даю споры ведутся где-то вот в этих пределах 180 тире 190 то есть в среднем получается по метеориту в год это немного учитывая гигантские размеры страны самой большой в мире страны вот соответственно если мы за всю эту историю не нашли даже 200 надеюсь лет через несколько у нас будет юбилейный 200-й метеорит призываю вас всех так сказать подстегнуть эту дату чтобы быстрее был юбилейный 200-й так вот получается что из этих 200 только два являются возможно являются внесистемными но из них в лучшем случае десяток из этих 190 метеоритов в лучшем случае десяток мы знаем по скоростям как как их так сказать по скоростям к какому метеориту соотнести внутри системному внутри галактическому или вне галактическому вполне может быть что что пока либо эти метеориты просто не были найдены физически либо они были найдены но не идентифицированы то есть не признаны метеоритами потому что они не похожи на классические метеориты они настолько может быть не похожи что классические метеоритчики пожалуйста не думайте что я над ними там как-то издеваюсь тем самым может быть показывая какие-то пробелы в знаниях но встанем на их точку зрения действительно если что-то не похоже на классику конечно ученые классических знаний конечно будет всегда протестовать против этого они протестуют поэтому многие из метеоритов которые мы находили не попадают под это определение потому что они не похожи на классические известные три типа метеоритов сейчас четвертый добавился тективный помимо трех железные железокаменные каменные хотя мы прекрасно понимаем что их может быть не три не четыре как сейчас а может быть там сто три или сто четыре вот но галактика наша не просто огромная но все что вне галактики еще более огромное поэтому разнообразие должно быть колоссальным так что у нас есть повод задуматься например о том что именно не классические метеориты тунгуско подобного класса приводят почему-то вдумайтесь пожалуйста в этот так сказать страшный угрожающий факт а это действительно факт все самые крупные метеориты последних последних нам десятилетий все самые крупные взрывы которые я называю тунгуско подобными по многим причинам в первую очередь по двум они такие же колоссальные по масштабам как и по самой кузькина мать о которой мы говорили как тунгуский метеорит ну чуть-чуть слава богу поменьше по мощности слава богу но и также похожи они на тунгуско почему я не называю тунгуско подобные потому что на их эпицентре не находят классических метеоритов ищут реально ищут много сил и усилий и я искал я тоже искал классические метеориты и на Тунгуске и на Витиме и в Коренево и на многих 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 других метеоритных эпицентрах где я бывал я тоже начал с того как классический метеоритчик искал классические метеориты и как остальные классические метеоритчики, я там этого не нашел. А что нашел? Находил разнообразные, в том числе и упавшие с неба, это было видно хорошо, по следам на почве, по возникновению воронок. Находил тектиды, кто не знает, это такие обожженные шлаки. И надо сказать, обожженные шлаки в последние годы стали осторожно признавать, именно их стали признавать четвертым классическим, ну четвертым пока еще не классическим, но просто четвертым типом метеоритов. Кроме этого, мы находили разнообразные формы льда, грязного льда прежде всего, в том числе льда, имеющего космическое происхождение, в котором есть содержание слаборадиоактивных изотопов, кобальта, цезия, и там было небольшое содержание третья, небольшое, но зашкаливающее огромное в процентном отношении, если сравнивать с обычной водой, то есть не внутри солнечесистемные кометы, то есть это гигантские цесерны с космической водой, которые курсируют внутри солнечной системы. Если выяснится, например, что в этих кометах нет такого содержания третья, кобальта и цезия, сколько бы находили, например, в Витимском метеорите, то из этого осторожно, подчеркиваю, мы пока очень осторожно говорим, из этого осторожно можно сказать, что может быть это и есть те самые внегалактические метеориты. Ну, в чем принципиальная разница? Сейчас мы, кстати, вполне законно можем задать себе вопрос, чем внесистемные, внегалактические метеориты там опаснее внесистемных, а те, в свою очередь, опаснее системных метеоритов, то есть тех, которые наши родные и изнутри солнечной системы. Степень удаленности, скажут одни, но, естественно, это не ответ. Может быть причина, я сейчас тоже, так сказать, не спешу делать пугающий всех, дразнящий всех ответ, который немедленно вызывает, так сказать, желание обструкцию устроить крамольному автору, который выдвигает такую страшно, так сказать, провокационную версию, может быть, например, тем, что чем дальше от Земли, чем дальше от Солнца, тем более разнообразными могут являться формы жизни, которые вполне могут находиться в грязном льде, и этот лед падает, так сказать, на планеты, иногда падает, и большую часть жизни, там, миллионы или миллиарды лет этот лед вращается в свободном движении вокруг звезд, вокруг Солнца, вокруг других звезд, может быть, вне Солнечной системы, мы знаем о теории, что в межзвездном пространстве есть облака Орта, так называемые, и пояса Койпера, может быть, слово пояс не совсем верно, его правильно назвать, облаком Койпера или областями Койпера, то есть это те области, где, кажется, нет никаких звезд, нет никаких планет, ну, точнее, правильно сказать, нет ничего, что мы могли бы наблюдать, но там есть, как минимум, там есть кометы, откуда они взялись, этот грязный лед, откуда он взялся, сказать я не берусь, но понятно, что лед там есть, в этом сомнений для астрофизиков все меньше, и мы, опять же, понимаем, что лед, грязный лед, кометный, который родился внутри Солнечной системы, с большей вероятностью упадет на планеты Солнечной системы, чем дальше рожденный лед, тем меньше он имеет возможности, ну, хотя бы гипотетической по теории вероятности попасть на Землю, ну, и, соответственно, если предположить, что такие области Койпера, на всякий случай оговорюсь, слово область Койпера, это не классическое название, в классическом метеоритике встречается понятие пояс Койпера, это, так сказать, я допущение делаю, что пояс не заканчивается, собственно, поясом, поскольку по современной теории пояс Койпера ограничивается границей гравитационного влияния Солнца, то есть той областью, где Солнце уже не властвует ни над чем, это по теории современной господствующей, но одновременно это утверждение означает, что любое тело, летающее на границе, точнее, или даже за границей гравитационного влияния Солнца, это означает, что это тело не ограничено каким-то поясом, некими границами, у этого тела нет границ, следовательно, в моем представлении пояса Койпера нет, можно назвать его, конечно, любым другим названием, чтобы Койпера, так сказать, не дразнить, но если я не буду называть областью, в свою честь, в своей фамилии областью Черноброва, давайте просто называть ее не поясом, а областью Койпера, вот это специальное, так сказать, объяснение для знатоков астрономии, чтобы они не сильно на меня ругались, так вот, если это так, это означает, что мы имеем дело не с поясом, а с областью, а эта область размазана по галактике, может быть, даже и вне галактики, соответственно, предположение состоит в том, что чем дальше район, откуда прилетает комета, она ближняя к нам, то есть ближний родственник или, соответственно, дальний родственник, вот сравнение здесь вполне уместно, поскольку кометы, поскольку внутри комет находятся наши с вами родственники, именно так, не пугайтесь, видимо, кометы когда-то, согласно геологическим данным, это было примерно 4,5 миллиарда лет назад, кометы, а точнее, как раз ровно тогда, когда примерно сформировалась наша планета, благодаря метеоритам, спасибо им за это, как только она образовалась, точнее, как только она образовалась и начала отстывать, это важное уточнение, те кометы, которые и до этого, и во время этого, и после этого продолжали падать на Землю, эти кометы стали привносить жизнь, ну, точнее, они привносили ее всегда, и в то время, когда планета Земля еще была протопланетой, и, то есть, еще была недоразвитой, горячей, горячим младенцем протопланетным, естественно, вот в этой горячей среде с бушующими океанами лавы жизнь, привнесенная кометами, не выживала, ну, по крайней мере, та форма жизни, похожая на нашу, может быть, выживала какая-то другая форма жизни, это, так сказать, очень любопытный такой момент, вот, но где-то 4,5 миллиарда лет условия стали более-менее благоприятными для формы жизни нашей, и с тех пор она, спасибо метеоритам за планету, спасибо кометам за эту форму жизни, которую они на нас, ради нас подбросили на Землю, и вот с тех пор 4,5 миллиарда лет наша форма, так сказать, главенствует на нашей планете, подчеркиваю, на нашей, на других, может быть, главенствует другие формы, просто зерна упали, просто кометы несут разные зерна, и для разных зерен благоприятна разная почва, для формы жизни, для зерен, той формы жизни, которая наша с вами, благоприятна была именно наша планета, соответственно, там, для других зерен благоприятны, может быть, другие планеты, суть более, так сказать, я здесь, говоря о жизни, имею ее, имею в виду ее более разносторонне, так вот, получается, что, чем более, получается с большой гарантией, что мы получали постоянно прививки в тот момент, когда наша планета была стерильной, даже не знаю, были такие времена, но они были, наверное, в раннем детском возрасте, первая прививка, первая упавшая комета дала нам жизнь, и спасибо ей за это, но после первой, ведь была вторая, третья, 33-я, 1003-я и так далее и тому подобное, и эти кометы продолжают падать, и вот, внимание, очень важный вопрос, мы подошли к самому, возможно, главному пониманию метеоритной опасности, о которой сейчас очень мало, так сказать, сведений и очень мало работ, но я уверен, мы разберемся, мы, цивилизация, обязаны разобраться в этом вопросе, мы, благодаря падающим космическим телам, а когда падает тело, когда оно светится, шумит, гремит и впугает, впечатляет своим грандиозным космическим спектаклем очевидцев, вспомните там кадры, документальные кадры Челябинского метеорита, который может показаться просто детской разминкой, детским утренником, по сравнению с великолепным спектаклем Тунгушского метеорита, который, в свою очередь, может, опять же, показаться легкой репетицией по сравнению с большим, с еще большим фееричным спектаклем. И вот, представьте себе, что эти великолепные падающие тела, когда они падают, трудно опознать, что это падает, это комета или камень, астероид, небольшой астероид, метеорит твердый, он каменный, железо каменный и так далее. Ну, специалисты могут слегка, как бы сказать, тут сказать, что в некоторых случаях они понимают по цвету горения, из чего состоит метеорит. Ну, это, так сказать, понимание достаточно условное и приблизительно, и не всегда отвечает на вопрос, что именно прилетело. По скорости падения, да, мы можем примерно осознавать, откуда, с какой скоростью летит метеорит. По направлению падения можем почти, ну, с большой долей вероятности, не гарантированно, но, тем не менее, так сказать, представить, откуда прилетел метеорит. То есть, глядя на траекторию падения, можно вычислить, так сказать, опять же, с какой точки, с какой скоростью он летит, с какой точки на небосводе летит. И, соответственно, из этих двух позиций можно легко даже, так сказать, восстановить его траекторию. Вот с Челябинским метеоритом очень здорово получилось, потому что теперь мы знаем, где до падения на Землю этот метеоритный рой, а это был не один метеорит, этот рой падал в течение 10 дней, с 10 февраля по 20 февраля 2013 года. Основное тело, то, которое считают единственным, многие думают, что оно единственное, неповторимое. Нет, это было лишь основное тело роя, оно упало в середине этого момента, 15 февраля. Так вот, с ним разобрались. И вот по таким данным можно сказать, откуда и, соответственно, насколько близкий родственник к нам может лететь. И получается, вот здесь, что называется, тут бы мне предоставить слово, замолчать и предоставить слово специалисту-вирусологу или специалисту по бактериям, специалисту по формам жизни микроскопическим. Это люди, которые в основном говорят о формах болезней, которые несут вирусы и бактерии, то есть микроживые существа, которые, конечно же, есть и на Земле, и которые же, конечно же, появляются, они не могут не появляться после падений вот таких ледяных камин. То есть в теории мы все понимаем, что так должно происходить. На практике, теперь, изучая 30 лет падения тунгускоподобных метеоритов, мы тоже встречаем признаки, все признаки падения вместе с осанным телом на Землю, микробиологических форм жизни, которые, видимо, прилетели внутри замерзшего льда, которые, может быть, миллионы или миллиарды лет находились в спящем состоянии, дремлющем состоянии внутри космического льда, и вот, наконец, так сказать, попав на благоприятную почву, они на некоторое время даже могут попытаться угнездиться, попытаться здесь, на этой планете, уже не стерильной к нашему моменту времени. Но любая жизнь стремится, так сказать, получив шанс на существование, расцвети. И эта форма жизни, она пытается это сделать, но одно дело, так сказать, пытаться на стерильной, но благоприятной планете, это одно. Здесь нет конкурентов и нет врагов, и это, наверное, происходит гораздо лучше. Но там, где есть конкуренты и есть враги, а это мы с вами, наша форма жизни, извините, место занято. И если прилетают формы жизни ближайших родственников, то такое падение, такой визит, так сказать, родственников проходит, видимо, незаметно, поскольку, ну, что могут сделать нам ближайшие родственники? Они такие же, как мы. Разве что, так сказать, болезни какие-то привнести, ну, которые, ну, как бы это вразится, болезни в случае, болезни не такие уж и страшные. Ну, например, уровня гриппа. Если спонтанные ежесезонные появления разных форм, разных штаммов гриппа, это, в принципе, так сказать, опасно, но не смертельно. Ну, считается, там, умирают во время каждого гриппозного сезона сотни или тысячи человек. Ну, что называется, медицина справедливо считает это мелочи по сравнению с эпидемиями или пандемиями, которые время от времени возникают. Это, разумеется, медикам специализирующиеся на эпидемиях эпидемиологам гораздо виднее, безусловно. И поэтому, ну, разница, на самом деле, в этих штаммах, она минимальна. Разница принципиально в одном. От тех форм гриппа, от которых мы не вымираем континентами, а умираем всего лишь, там, сотнями или тысячами людей, разница в том, что от этих несмертельных, малосмертельных штаммов гриппа у нас есть иммунитет. Видимо, эти формы гриппа, они наши, земные. Это, так сказать, те, которые живут с нами давно, может быть, даже со времен, так сказать, миллиарда летней давности. Но есть формы, которые внезапно появляются иногда, непонятно откуда. Ну, вирусологи, эпидемиологи говорят, может быть, они появляются из-за таяния ледников, откуда-то там, откуда-то там с горных вершин Гималаев или из Арктики, или из Антарктики, или из Гренландии, где отсидели там положенное заточение там тысячи лет. Естественно, это те же самые безобидные формы гриппа, которые не страшнее современных. Единственная их вина, точнее, беда, наша беда, не их вина, а наша беда в том, что у нас за это время, пока мы были с друг с другом в разлуке, у нас пропал иммунитет от этих болезней. Немножко мы с ними поживем, с этими новыми штаммами. У нас появится иммунитет. Ничего страшного, потому что они хоть и более далекие родственники наши, но не очень далекие. И вот... Да, Вадим, напоминаю, что у нас еще вопросов куча, а уже третий час на исходе. И подошли к главному, остался последний, самый страшный абзац. Разрешите, мы перед вопросами его закончим, чтобы, как всегда, нашим радиослушателям было, что на ночь засыпая вспоминать, и что им увидеть в кошмарных снах. И вот эта главная догадка состоит в том, что вполне может быть, что самые страшные формы не только гриппа, но и, может быть, других пандемий и эпидемий приносили наши не самые близкие родственники. То есть кометы, которые прилетели из более дальнего расстояния. Я напомню, например, ближайший подобный пример. Это 2002 год, когда прилетела знаменитая Витимская комета или Витимский метеорит. И по той трассе, по которой она пролетела, она падала кусками. Мы насчитали не менее дюжины кусков на нашем Дальнем Востоке. И самые ранние куски, видимо, упали не на нашем Дальнем Востоке, а на сопредельном районе Китая. Именно в этой точке, в точке падения самых ранних кусков и наступила в этот момент пандемия, извините, к славу Богу, не пандемия, я оговорился, эпидемия атипичной пневмонии. Ну, желающие могут проверить легко. Это действительно совпадение замечательно. Замечательно с точки зрения теории вероятности. Оно означает, что оно не случайно. И вот таких замечательных, в кавычках, конечно, для нас не очень замечательных, но замечательных для ученых, для тех, кто верит в силу фактов, а не в свои знания или в свою веру. Получается, что заканчивают, так сказать, это предположение, что время от времени, возможно, из космоса падают в грязном льде образцы нашей родственной жизни. Естественно, чаще всего падают образцы близкой к нам формы жизни. То есть, читай, это образцы, находящиеся внутри внутрисистемных комет, тех, что вращаются внутри Солнечной системы. С меньшей вероятностью, реже гораздо падают кометы, которые прилетают из поясов Койпера и из облака Уорта. И это тоже метеориты, тоже тела, которые можно условно назвать уже, может быть, не внутрисистемными, но околосистемными. Но чем дальше, тем меньше мы имеем право так называть. Но абсолютно точно их можно назвать внутригалактические кометы. Ну, естественно, чем дальше прилетают тела, чем дальше прилетают кометы, тем реже они это делают, тем с большими скоростями они прилетают. Это одно из следствий. Но в данном случае, в качестве последствий, страшно не то, с какими скоростями они прилетают. Скорость — это лишь показатель того, насколько издалека они летят. А страшно то, что в случае, если они доносят до атмосферы, до поверхности, не обязательно. Те, кто думает, что выживают бактерии и вирусы, которые опустились внутри ледяного тела до поверхности, да, а если они пустились внутри замерзшего льда, а потом лед, естественно, тает, как было на всех тумбушскоподобных явлениях. Вот почему не находили эти куски. Точнее, мы находили только тогда, когда приезжали зимой. Если приезжали позже, никто не находил эти тела, они все таяли. И, естественно, лед таял, выпуская наружу мириады замерзших бактерий, которые либо умирали, если условия жизни климата на Земле их не устраивали, либо выживали. И тогда, так сказать, встретившись с нашей уже существующей формой жизни, вступали с нею в конфликт, который заканчивался в случае, так сказать, если наша жизнь оказывалась сильнее смертью вновь прибывших, ценой эпидемий, которые возникали на Земле, ведь любая война не проходит бесследно для обоих сторон, либо более, так сказать, рациональным вариантом вновь прибывшая форма жизни не погибала из-за защитных действий уже существующей нашей формы жизни, а как-то ассимилировалась и вступала, так сказать, в какую-то дружбу, сотрудничество, ассимиляцию с нами. Естественно, к последнему варианту более предрасположены близкие к нам формы жизни и близкие кометы, а более далекие, наверное, как более непохожие на нас, к последнему, то есть к мирному решению вопроса, не предрасположены. Но, 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 именно они как раз и самые опасные в плане того, что чем больше разница между формами жизни, тем больше может возникнуть противоречий и медицинских, так сказать, казусов. Вполне может быть, возвращаясь к динозаврам и к страшному вопросу, чем наиболее страшны метеориты, может быть, вот в этой передаче я далеко не все аспекты опасности затронул, может быть, стоит там посвятить другое время другим аспектам, но вот в плане того, что я сконцентрировался, что могло уничтожить динозавров и, соответственно, что как вариант мы экстраполируем этот вопрос на нас, что может уничтожить нас, ответ с точки зрения картинки, наверное, не столь драматичен, для этого не нужно колоссальных размеров астероида, то есть тот юкатанский астероид, может быть, и уничтожил часть тех динозавров, которые жили в радиусе тысячи километров, а может быть, там нескольких тысяч километров. Ну, погибли все североамериканские динозавры. Остальные-то выжили и вновь заселили через некоторое время американский континент. Значит, если и виновата, большую оговорку сделал, я этого не знаю, если и виновата космическое тело, уничтожившее динозавров, и, соответственно, если кто может из космических тел уничтожить человечество, то в первую очередь нам надо заботиться не о бояться опасности ни мифической планеты Нибиру, которая нет, ни астероидов опасных, поскольку большинство из них, поскольку все или большая часть самых опасных наша Земля за миллиарды лет вычистила уже, то есть приняла на себя гораздо раньше, задолго до нашего появления. Опасаться надо мелочи, мелочевки, на которые мы не обращали внимания. Но если эта мелочь прилетает, если эта мелочь ледяная, и если она прилетает издалека, то в ней может оказаться вовсе не ближайшие родственники, а, что называется, те, кто издалека приехал с неизвестными, ну, можно догадываться с какими-то целями. Любая жизнь, прилетающая из космоса, естественно, стремится, попав на планету, естественно, стремится на ней осесть. И не надо ее в этом винить. Любая жизнь хочет жить. Но если мы, продолжатели той жизни, которая была привнесена на нашу планету, уже эту планету справедливо считаем своей, естественно, мы должны волноваться за то, как бы ни прилетели позже нас другие и не начали, так сказать, спорить с нами на тему, какая форма жизни более живучая. Естественно, как вы понимаете, любой спор подобный, он чреват опасностями. Вовсе не обязательно, что во всех спорах мы с вами, наша форма жизни окажется сильнее. Да, у нас шансов больше, потому что нас больше. На каждый миллиард прибывших бактерий у нас найдется миллиард миллиардов. Но вполне может оказаться, как в случае может быть с динозаврами, что этот миллиард окажется, так сказать, сильнее. Вот это и есть та пока, так сказать, крамольная, но, на мой взгляд, более логичная в том масштабе истории, который мы рассматривали, причина, которую надо изучать, не надо бояться, не призывая бояться, я призываю изучать, дабы, так сказать, последняя фраза, я думаю, напрашивается сама собой, она очевидна, дабы не повторить судьбу динозавра. Спасибо за внимание и слово ведущему. Ну что ж, благодарю. Благодарю за очень интересный доклад. Даже, в общем-то, дополнить было нечего. Понятно, что многие явные, на первый взгляд, угрозы, они на самом деле оказываются не явными, такими пугачами. А вот то, что за ними скрыто, вторично так, уходящее от глаз, скрывающее от глаз, оно иногда намного важнее и более нам может угрожать. Вот это вот хорошо, что ты поднял эту тему. Я предлагаю сейчас перейти к вопросам, которые поступали в чате Народного славянского радио. Но прежде чем перейти к ним, я поставлю небольшую музыкальную двигочку, песен ставить не буду, просто чтобы отделить доклад от вопросов. И для того, чтобы сэкономить время, потому что уже три часа прошло, я буду смотреть, если эти вопросы рассмотрены уже, были тобой, то в этом случае я их просто зачитывать не буду. Ну или для профорума прочитаем и пойдем дальше. Итак, обивка и дальше продолжаем. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Итак, переходим потихонечку после такого интересного доклада к вопросам, которые поступали в чате Народного славянского радио. Еще раз напомню, что в чат Народного славянского радио войти достаточно просто. Ищите в любом поисковике Народное славянское радио, переходите на сайт, дальше на сайте есть слово чат, нажимаете, если еще не зарегистрировано, логин и пароль себе придумываете, email какой-нибудь попроще тоже указываете. Это все делается один раз. И после этого вам уже повторно регистрироваться не надо, просто пользуйтесь логином и паролем придуманным, главное не забывайте его. И в общем-то все. Можете задавать вопросы, можете переписываться с друзьями, а здесь переписаны очень интересные. Можете смотреть картинки, которые часто выкладывают для того, чтобы иллюстрировать слова автора, соведущего. Так что не теряйте времени, заходите в чат, и жизнь станет еще более интересна. Вопрос эфира от Андрея. Вадим, подскажи, пожалуйста, известно ли что-то про устройства, которые сталкивают в сторону орбиты Земли из пояса Ван Аллена, осколки планет и космические тела, подробные Челябинскому и Тунгусскому. И военные вывели защитную установку от таких летящих космических объектов. То есть есть такая установка или нет? Ну, ответ и сложный, и простой. Если коротко, нет. Такой установки, в буквальном смысле, нет. Но, что называется, на этом можно, конечно, коротко и закончить. Но его нет никакой установки и никакой технической возможности сбивать или как-то минимизировать последствия от падения астероидов или уводить их в сторону. Есть разные способы, как можно решать эту проблему на дальних и ближних поступах к Земле. Ну, я не буду, с вашего позволения, разные проекты, в коих ваш покорный слуга тоже принимал участие, в разработке которых, важное уточнение, в разработке которых принимал участие ваш покорный слуга, но не в работе над которыми. Потому что работы над этими проектами до сих пор либо не велись, либо велись весьма-весьма, так сказать, условно. Но, к счастью, так сказать, мужик, мы сами знаем, когда крестится, когда гром грянет, и ситуация, возможно, сейчас, точнее, после 2013 года она поменялась. По крайней мере, для наиболее читателей, стремящихся к ссылкам на первоисточник, вот этим слушателям я здесь сошлюсь, чтобы не быть голосованным, на слова, на постановления правительственных органов, которые имели место быть после падения того самого Челябинского метеорита. Я напомню, что премьер-министр Дмитрий Рогозин, по-моему, 18 февраля, напомню, дело происходило 15 февраля основной взрыв, а уже через три дня на пресс-конференции называл стоимость защиты России от космических угроз, обозначил суммой 58 миллиардов рублей. Не буду, не будучи экономистом, не буду говорить, насколько это большая сумма. Эта сумма колоссальна, естественно, для нашего бюджета, но, тем не менее, это вполне посильная сумма, и можно через некоторое время даже, так сказать, создать подобную систему, которая способна нас защитить от метеоритной опасности. То есть, от тел, размера и скоростями порядка Челябинского метеорита и чуть выше. Это вполне решаемая техническая задача. Но она была решаема и в те времена, когда я ее занимался, 80-е, 90-е, по большей части, 90-е годы. То есть, это времена сразу после развала, когда мы тешили себя у иллюзий, что вместо борьбы с техникой той страны, которая является сейчас нашим партнером, мы будем вместе с этим партнером бороться против внешней угрозы, вот против этой самой метеоритной угрозы. Тогда не получилось, может быть, получится сейчас. Но я специально говорю, что бороться надо вместе. Это очень важная оговорка. Если кто-то думает, что одна страна может создать противометеоритную систему в одиночку, если кто-то думает, что это хорошо, он ошибается или он прав ровно наполовину. То есть, наполовину хорошо, наполовину плохо. С точки зрения решения своих национальных, в данном случае российских задач, это даже не хорошо, это великолепно, хорошо иметь такую систему, между прочим, очень универсальную. Помогает от разных опасностей, которые могут к нам нагрянуть из космоса. Не буду перечислять. Помимо метеоритной опасности, сами понимаете, из космоса валится много чего еще. Например, иностранные боеголовки, к примеру. Мы о них сейчас не вспоминали весь наш разговор, и сейчас вспоминать не буду. Но тот, кто может перехватить метеоритную опасность, то есть тела, объекты, летящие на скоростях, Чайбинский метеорит, 18 км в секунду, а есть 50 км в секунду, 70, 100, я говорил, такие цифры, км в секунду, тот расправится с боеголовками, которые летают на скоростях в 10 раз меньше, просто играючи, как семечки. Так что тот, кто будет строить такую систему, тот одновременно решает сразу несколько, так сказать, важных проблем, не только метеоритных. Но это опасно тем, что если эту систему применить для защиты от метеоритной опасности, увы, нам не избежать нападок и всяческих, в общем, не очень благоприятных, скажу честно даже, резко неблагоприятных критиков с иной стороны. Просто потому, что проблема эта, как защищаться от падающих метеоритов и астероидов на ближних подступах, взрывая их, а на ближних подступах только взрывая, в общем, и остается, потому что уводить в сторону, то есть решать проблему без взрывов надо на дальних подступах. Как это делать и при этом не навредить соседям, это очень сложно, потому что вместо взорвав один астероид, вспомните фильм знаменитый «Армагеддон» с Брюсом Виллисом, знаменитым, который взрывает там в последний момент, там чуть ли не в верхних своих атмосферах, он взрывает астероид с ценой своей жизни, такой сказочный блокбастер, ну, сказочный с технической точки зрения, а потом все аплодируют в Голливуде, весь мир аплодирует этому герою, это счастливому течению обстоятельств, но это Голливуд. В реальности спасителя закидали бы исками юридическими, потому что астероид, который летит в одну страну, ну, сейчас образно назову ее страной А, неважно, ну, естественно, это есть и российская система, она будет защищать Россию и наших союзников, понятное дело, кому придет в голову защищать врагов, ну, и, извините, оговорился, партнеров. Это дорого, тем более, если они не оплачивают этот заказ, чтобы мы защитили, пардон, напомню, 58 миллиардов рублей стоит эта система, и мы ее выкинем, эти 58, готовы, точнее, выкинуть 58 миллиардов рублей для того, чтобы защитить некую страну, ну, назовем страну А. Не, ну, здесь ты уже начинаешь рассчитывать какие-то там капиталистические дела, давай, просто понятно, что мы защищаем свою страну, если бы мы с кем-то другим защищали, мы защищали весь мир. Понятно, но не буду действительно углубляться в это, закончу эту тему, скажу лишь, но даже если мы эти деньги потратим на защиту своей страны, мы получим, моментально получим колоссальные иски за осколки, за мелкие осколки, которые упадут на соседние страны. Они обязательно упадут, если мы рванем, как в том фильме, астероид, они обязательно упадут мелким роем. Это, безусловно, не так, это вообще не катастрофично. Но неприятно и болезненно, понятно. Но финансово будут страшно неприятны. То есть нам придется заплатить еще сотню миллиардов за компенсацию того, что где-то там огород повредило. Так что решать эту систему, возводить вот эту проблему, проблему надо решать только на международном уровне. Если ее не будет, тогда мы окажемся всегда виноватыми. И в том случае, если применим эту систему для защиты себя, и в том случае, если не применим для защиты соседей, потому что они, те, кто выживут из них, сразу закричат, что мы виноваты во всех делах. В общем, одним словом, ребята, скажу честно, Россия решает эту систему. Не решила, но решает. Но применять ее вот в том виде для решения той проблемы, которую мы сегодня обозначили, Россия, наверное, 10 раз должна подумать, чтобы это делать. Это тот самый парадокс, который, господа политики, если все-таки кто-то из вас слышит, это уже на вашей совести, а не на совести инженеров, которые эту задачу решить могут и хотят. Хорошо. Прошу тебя все-таки не так подробно отвечать на мелочи всякие, потому что и так понятно. Ничего себе мелочи. Нет, я имею в виду, понятно, что если взорвем, взорвем надо, или от себя уведем, себя защитим, но при этом осло какого-то должны будут деться, они полетят к нашим соседям. Это понятно. Хорошо. Вопрос эфира от Данила. Здравия с ведущим. Вадим, есть ли у вас какая-либо достоверная информация по устранению метеорной опасности с помощью НЛО? Однозначно могу сказать, если коротко, нет, если не в одном слове, а в двух, мы проверяли многочисленные слухи, легенды, например, те, которые имели место быть во время Челябинского падения. Помните там знаменитая видеозапись, на котором якобы НЛО, то ли ракета, то ли якобы НЛО догоняются сзади Челябинский метеорит, и тот взрывается, то есть якобы спасает нас. Коротко отвечу, не буду надолго, так сказать, ваше внимание затруднять, это не соответствует истине. То есть ни ракета, ни НЛО, никто-либо еще не догонял, как выяснилось, и не взрывал. Данная видеозапись, это оптическая иллюзия, это блик, нашли, так сказать, и автора, и камеру, и машину, и стекло лобовое, с трещиной, через которую это снималось, как появилась эта иллюзия, так сказать, мы сейчас понимаем, но даже если бы кто-то сбил тот случай, его требовалось бы наказать, потому что сбивать его не нужно было. Метеорит Челябинский падал в безлюдный район, если бы он не взорвался, он вообще бы никого не потревожил. А так из-за взрыва, который произошел естественным образом, то есть никаких, так сказать, внешних причин для взрыва не было. Внутренняя причина большие температурные контрасты на поверхности метеорита и внутри. Они разорвались. Просто распался, вверху взорвался. Если бы он не взорвался на Челябинском, он бы вообще не нанес бы вреда. То есть, если предположить, что кто-то его взорвал все-таки, тем самым взрывом повредил большое количество домов и получилось большое количество раненых в Челябинске, убитых не было, этого человека следовало бы наказать. Я знаю, кого наказать, кого наказать. Вот тот, который снимал через трещину стекловую, вот доказать. Он виноват, а вот он виноват. Из-за него это взорвалось. Было там показано, пролетело сквозь метеорит, а вот он виноват, отдавал к ответственности. если, шутку сказать, если это НЛО взорвало, то они резко, скромно ушли от ответственности, потому что поняли, что натворили что-то плохое. Нельзя было это делать. Что-то не то мы сделали, ребят, поехали к отсюда, врубать третью скорость. Ладно, хорошо. Так, дальше смотрим. Вопрос от Владимира Изматиевича. Вадим, сейчас куда ни плюнь, везде бизнес. Очень жаль, что метеориты тоже стали бизнесом. Ищут спирит, делают сувениры, продают, подделывают. Получается, что теперь метеорит ученому человеку проще найти в интернете, чем вступать в драку о вычках на месте падения. Согласен со всем, кроме последнего. Зачем вам такие метеориты, за которые нужно деньги платить, тем более с кем-то там в аукционах участвовать? Господь с вами. Я человек, который потратил полжизни на поиски метеоритов, но не продал и не каюсь в этом, то есть не жалею об этом ни одного метеорита и не собираюсь продавать или покупать метеориты. Хотя времени и усилий потратил для поиска много. И если автору этого вопроса хочется пойметь метеорит, не покупайте его на аукционах. Действительно, вам могут впарить подделку и делают это с удовольствием. за те же самые деньги купите рюкзак и езжайте с нами в метеоритные экспедиции. Вы за те же деньги получите... Естественно, на всякий случай скажу, экспедиции, конечно, у нас бесплатные, то есть некоммерческие. Деньги вы потратите на дорогу, на еду, никому не заплатите, но в результате вы получите и метеорит, и удовольствие. Вот я за этот вариант. В общем, ищите сами, где улыбнется вам счастье. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Вадим. Какой процент звездного пространства, по твоему мнению, отслеживают астрономы? Я не думаю, что весь небосвод, а коли так, то защититься от астероидной опасности нельзя уже по причине невозможности своевременного оповещения, и тем более невозможности противодействия этим вселенским могучим силам. Отсюда и переживать не стоит. Все без нас решится на случай падения небесных тел. Как думаешь? Благодарю. Ну, последняя фраза, как бы мне где-то я солидарен с автором, но, сами понимаете, в силу максимализма еще пока, так сказать, во мне живущего, я не могу согласиться пустить это дело на самотек. Конечно, хотелось бы контролировать ситуацию. Коротко отвечу. Автор вопроса спрашивал, какой процент мы контролируем. Когда я этим занимался, вот технически, когда мы строили проекты противометеоритной опасности, мы называли цифру 3%. то есть 3% небесного небосвода человечества, астрономы, контролируют. Сейчас, конечно, побольше, но в любом случае вопрос, ну, если я скажу аж 10% или аж 15%, я не знаю, потому что возможности, к счастью, растут. Растут в процентном отношении количество астрономов, которые участвуют в этом ослеживании, но системы, которая бы собирала вот эти сведения централизованно, некого телефона тревожного, вот я, астроном, обнаружил астероид, куда мне позвонить? В милицию 02, по пардон, в полицию, куда? Вот такой системы, к сожалению, увы, пока не сделано, поэтому проценты этими, какими они большими не были, они ничтожны, там 10-15% вот, так сказать, их истинная цена. К сожалению, так сказать, они растут медленно, но я напомню, господин Рогозин, озвучивая цифру 58 миллиардов, он имел в виду, что вот именно эта сумма покроет, так сказать, уже весь небосвод, то есть в эту сумму в частности входит система дальнего обнаружения опасных тел, охватывающая почти весь небосвод, почти, я говорю, потому что, например, часть небосвода со стороны Солнца трудно контролировать, там контролировать могут только радары, визуально метеориты не видны, которые летят со стороны Солнца, это самое неконтролируемое и самое опасное направление, к слову сказать, именно оттуда прилетали, со стороны Солнца прилетали и Челябинский метеорит, и Тунгусский метеорит, как бы сказать, заставляет задуматься, то есть, ну, еще раз говорю, будут, будет программа решена, и этот вопрос мы тоже решим. Хорошо, так, смотрим дальше, с этим разобрались, вопрос эфир от Владимира Измытищ, Вадим, нередко встречаются упоминания о том, что нашли чудесный молоток из нержавеющей, или нержавеющей колонны, или горшок из чудесного сплава железа и никеля, который невозможно получить в условиях земной цивилизации, меня всегда удивляло, как так люди не понимают, что если с неба упал даровой кусок металла, то почему бы из него не сделать что-либо полезное. Железный никель метеорит, это же практически нержавейка, как ты считаешь? Я солидарен, то есть, во многом, но не во всем. Не только, как бы, в теории солидарен, на практике мы во многих регионах видим подтверждение этому, в частности, куски, дармовые куски железоникелевого сплава, которые упали в нынешнем штате Аризона, ну, конечно, когда они упали, тогда и штата не было, и Соединенных Штатов в проекте еще не было, но индейцы, коренные американцы, они собирали куски эти железоникелевые, это очень хороший сплав, и большая часть, ну, какая-то часть, там, агавков индейских и других железных инструментов имела метеоритное происхождение, так что автор вопроса прав, даже не в теории, а в практике, нормально все, поэтому, поэтому встретить, на мой взгляд, встретить какой-нибудь, не только там, агавк, топор, молоток, да не важно, что, из метеоритного сплава, на мой взгляд, не является чем-то невероятным. Да, но здесь, наверное, надо уточнять, что необходимо еще уметь переплавить этот металл, то есть, необходимо еще этот кусок обработать чем-то, недостаточно его найти. Я думаю, что в обычном костре, который вегвами где-то у кого-то индейца горел, то переплавить такой сплав невозможно, нужно было создать все-таки что-то похожее на доменную печь, чтобы температура была побольше, специальный надув, и вот только после этого можно его расплавить, залить формой или отрубить, потому что недостаточно его было чем-то побить. Ну, чем, камнем, что ли, побить? А вот это, уважаемые товарищи, ну, как говорят, это совсем другой вопрос. Хорошо, понятно, поговорим в следующий раз. Если у индейцев было очень много железных тамагавков, это говорит о том, что утверждение европейцев, конкистадоров и всяких американских завоевателей, что они уничтожали дикие племена, то есть дикие, необразованные, просто вот не имеющие ничего, извините, и даже пальмовых повязок, эти утверждения не соответствуют истине. То есть, если народы с успехом как минимум железные орудия производили, это говорит о том, что, мягко выражаясь, называть эти народы дикими уже невозможно. Переписывать историю надо тогда. еще надо учитывать то, что существует у них несколько преданий о том, кто их этому научил, как он выглядел, тот, кто их научил, куда он делся и что он сказал, когда придет, и как он выглядел, какая у него была кожа, какие у него были глаза, какие волосы, какая борода. Об этом тоже у индейцев есть новое ужество преданий, как у южных, так и у северных. Поэтому надо понимать, также есть хорошо описана, например, карта Южной Америки, но очень часто встречаем, когда после Мексики белое пятно почему-то, да, то есть эти вопросы, да, они требуют, как минимум, изучения более досконального истории Америки, о том, а что же там было, того, как товарищи Колумба и прочие туда приперлись якобы что-то открывать. Ладно, идем дальше. Виталий из Эстонии, вопрос в эфир. Вадим Чернобров, а есть ли средства перенаправлять или отразить метеориты или метеоры и спасти землю от опасности? Если да, то какие, назовите их. ты, в принципе, же назвал, поэтому, наверное, коротко, да, проектов таких много, там около двух десятков, наверное, есть замечательных, те, которые на ближних поступах, на дальних поступах работают. То есть, технически сделать их можно даже уже на современном уровне, но по понятным причинам, которые я озвучил, пока не существует только на бумаге. Может быть, подчеркиваю, сейчас после 13-го года не может быть, но кое в чем сдвинулись, но опять же, проблема еще не решена. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Дмитрия. Здравия всем, Вадим. Падают ли метеориты на видимую часть Луны за последние лет 10? Благодарю. Однозначно, да. Я не помню, был ли у меня на Савянском радио доклад о лунном патруле. Напомню, существует у нас сообщество, такое неофициальное сообщество добровольцев, астрономов, которые постоянно наблюдают, ну, постоянно, периодически наблюдают за Луной, и периодически наши лунные патрули наблюдают странные объекты, в том числе, вспышки на поверхности Луны и видимой, ну, конечно, видимой, я чуть было не оговорился, конечно, мы пока контролируем только видимую часть поверхности Луны, но на ней тоже видны время-отремень вспышки. Естественно, как вы догадываетесь, я же не настолько глуп, чтобы все эти вспышки интерпретировать как сигналы селенитов, то есть инопланетян живущих на Луне. Конечно, большая часть из этих вспышек видимо имеет объяснение, что это вспышки от падающих метеоритов. Так что все нормально, метеориты, если они падают... Бабахают и туда, да. Да, на Землю падают, в этом же вы не сомневайтесь, поэтому не сомневайтесь, они падают и чуточку достается и нашим лунным братьям. Но не все же с Эббой, да? Да, да, да. Хорошо. Вопрос эфира от Владимира Заматиевич. Нередко астрономы используют словосочетания типа марсианский метеорит, лунный метеорит. Подразумевается под этим, что гигантский метеорит жахнул по Марсу, от которого отлетела в разные стороны щебенка и упала к нам на планету. Какая-то странная версия, по-моему. Эти энергии удара колоссальны, любая порода будет превращаться в пыль и газ. Ты как думаешь, чтобы щебенка туда до Земли долетела? Это вообще возможно? Я коротко напомню, я немножко касался этой темы в сегодняшнем разговоре. Еще бы неделю назад я бы уверенно сказал, нет, дорогой товарищ радиослушатель, вы не правы, потому что ученые доказали, что после падения гигантского метеорита по поверхности Луны или по поверхности Марса во все стороны разлетаются не только осколки самого метеорита, но и осколки породы. И часть этих осколков разлетаются со второй космической скоростью. Для каждой планеты она своя, эта скорость. Для Земли эта скорость, напомню, 11,2 километра в секунду, это очень много. И соответственно, если осколок улетел с такой скоростью, кусок грунта планеты, то, конечно, у него есть шансы прилететь в конечном итоге и на Землю. Вот что мы в конечном итоге и называем лунными или марсианскими метеоритами. Так я ответил еще неделю назад, потому что все было посчитано, просчитано и, как бы сказать, все цифры сходились. Энергия удара больших метеоритов, ее с поверхностью Луны и с поверхности Марса выбить такие метеориты. Ну, с поверхности Луны сомнений нет, энергии все равно хватает, я остаюсь при прежних сведениях, просто потому, что на Луне вторая космическая скорость гораздо меньше, чем на Марсе. А вот эта скорость для Марса, поскольку она больше, как показала работа, которая появилась позавчера, всего-навсего, очень свежая, я еще не могу комментировать, насколько она правдива, поставила под сомнение этот вопрос. Так что вопрос с марсианскими метеоритами пока подвис в воздухе до решения этой проблемы. Может быть, автор вопроса прав, а может быть и нет, но запасемся терпением. Дальше вопрос от Велимира. Космонавт Леонов говорит, что в эпицентре Тунгусского взрыва все цело. Странный феномен. В центре, где должно быть наиболее сильное воздействие, вообще никакого воздействия. Почему? Ну, автор немножко перепутал фамилии космонавтов. Я знаком с космонавтом, видимо, речь об Алексее Архиповиче Леонове. Он ничего такого про Тунгусску не говорил и мне, и, наверное, другим. Наверное, он перепутал с другим дважды героем Советского Союза, с Георгием Михайловичем Гречко. Вот он и в разговорах со мной, и с другими, конечно же, вот этой темы касался. Но, эта тема, почему в эпицентре деревья стояли не упавшими, а далеко от эпицентра все было повалено. Эта тема, вернее, эта загадка уже решена. Мы знаем причину, и Георгием Михайловичем знает об этой причине. Видимо, так сказать, автор вопроса не до конца интервью, его, видимо, прослушал. Ответ таков, что такой эффект возникает при взрыве в воздухе. То есть взрывная волна, которая приходит сверху, если она приходит вертикально сверху, она не может повалить стоящее вертикально дерево, потому что усилие прикладывается к нему сверху. Эта усилия хватает, чтобы обломать ветки боковые, но не хватает для того, чтобы завалить дерево в сторону. Для того, чтобы завалить дерево, нужно, чтобы взрывная волна пришла не вертикально сверху, а немножко со стороны, чтобы была боковая составляющая удара. Вот боковая составляющая завалит дерево, но эта составляющая появляются не в самом эпицентре, а чуть-чуть в стороне от него. Ну, извините, что долго, но для того, чтобы решить этот вопрос, понадобилось полвека. Я его сейчас за две минуты объяснил. Да, ну это все правильно, я просто рекомендую найти в интернете, есть даже фильмы, которые объясняют, показывают, чем отличается взрыв над, воздушный взрыв, чем отличается взрыв уже наземный и подземный, и тогда будет все понятно. Вот как раз то, что я объяснил, когда волна идет вертикально по деревне, она просто не может их сломать. Ветки, да, она может обрубить. А вот когда уже в сторону, она начинает гнуть, а потом уже и ломать, когда еще больше наклон идет. Хорошо, идем дальше. Виктор, вопрос, если шар наполнен чем-то при возрастании давления, в одном месте прорвет, то давление в целом уменьшится, значит, в других местах прорыва не должно быть. А нам говорят, что извержение вулкана, значит, уменьшение общего давления внутри земного шара спровоцирует извержение других вулканов. Тут противоречие. Либо строение землинии, такое, как утверждают, либо извержение одного вулкана должно предотвращать извержение других, а не провоцировать другие извержения. Ну, отчасти автор прав, я не знаю, как бы сказать, есть ли у него геологическое образование или нет, чтобы на эту тему ввести диспут уже, так сказать, на уровне геологов. Отчасти он прав, подчеркиваю, но на практике, конечно, мы наблюдаем противоположные эффекты, и, видимо, не вдаваясь в подробности, наверняка они имеют как минимум несколько версий объяснения. В основном это связано, конечно, не с тем, что строение земли является точной копией примера, который привел автор, то есть некий шарик, наполненный под одним давлением, то есть проткни его в одном месте, и все давление справится, и что, шарик сдуется, что ли? Извините, как бы сколько ни было давлений, наш шарик, к счастью, под нами не сдувался. То есть, следовательно, эта модель не работает, хотя бы потому, что она отличается от просто шарика надувного еще и наличием внутренней гравитации. Это резко меняет дело. Ну, а на практике, почему после прорыва в одном месте, то есть после извержения одного вулкана появляется повод извергаться другим вулканом, хотя, казалось бы, вот по автору должно быть строго наоборот, все давление стравливается в одном месте, и, соответственно, другие вулканы должны затухнуть, если молчите, если работает крупный вулкан, всем остальным приказано при этом замолчать. На практике совсем нет. Такое ощущение, что одно землетрясение или одно извержение провоцирует, может быть, сейсмоколебаниями, провоцирует соседние подвижки, соседние землетрясения, соседние извержения, и, соответственно, они друг друга только подначивают тем, что нарушают стабильность нашей литосферы. Так что оставим этот вопрос специалистам. Передачи для специалистов, да. По крайней мере, в одном я убежден, на надувном шарике, который так легко вывести из себя, как говорит автор, на таком шарике, к счастью, мы не живем. Да, вот здесь надо учитывать, что все-таки у нас не надувной шарик, а там есть другие составляющие, более плотные, поэтому если просто ударить по воздуху, по воздушному шарику, он достаточно быстро приходит в равновесие. А вот если ударить с каким-то наполнением, то будет подвижки и очень-очень долго. А если там очень плотное наполнение, где смесь жидкости и каких-то твердых тел, и полурасплавленных, то там могут быть и отражения, могут быть движения в других местах, тем более, где есть трещины и так далее. Поэтому здесь с шариком сравнивать невозможно. Вопрос эфира от Олега. Вадим Александрович, чем отличаются астероиды от метеоров и от плазмоидов и по силе воздействия ископаемых в последствиях? Не секрет, что в нашей стране, в том числе и на Урале, в Сибири, много озер по форме соответствующих падений метеоритов. И, возможно, не составит труда найти какой-нибудь фрагмент. В отношении Челябинского метеорита в Ютубе много раз выдалась версия плазмоиды. И найденные фрагменты метеорита как-то не убеждают в силу своей малочисленности. Спасибо. Значит, коротко, астрономический ликбез. Метеор – это микроскопическое тело размером с пылинку, с булочную головку, которая сговорает с верхней своей атмосферой. Болид – это кусок, иногда многотонный даже, который горит. То есть он солидный и претендует на звание метеорита. Но метеоритом он становится только тогда, когда достигает Земли. Только в этом случае он из одного статуса переходит в другой. Пока не найден, он остается в статусе болида. Плазмоидом называется тело, состоящее из плазмы. То есть гипотетически я допускаю, что часть метеоритов могут являться плазмоидами. К слову сказать, когда они горят, вот здесь просьба осторожнее с этим скользким термином обращаться. Когда метеориты горят в атмосфере, и метеориты, и болиды, и метеоры становятся формально, они становятся плазмоидами. Потому что мы видим плазму, мы видим горячую, раскаленную до многих тысяч градусов плазму. То есть вокруг, даже если они внутри все еще там ледяные, или железные, или еще какие, они все равно снаружи, мы видим их как плазменное образование. Но, тем не менее, не называем их плазмоидами. Если будет доказано, гипотетически подчеркиваю, пока о плазмоидных метеоритах, в чистом виде плазмоидах, тех, которые изначально, еще до соприкосновения земной атмосферы, были плазменными образованиями. Пока о них можно говорить весьма-весьма, так сказать, условно. Потому что как найти плазменный метеорит, плазмоидный метеорит на Земле, вообще не знает никто. И я не знаю. Хотел бы знать, но думаю, что найти его невозможно. Потому что без постоянной подпитки материнского тела плазмоид долго существовать не может. Ну, если сгорит центральная часть из железа, например, то плазме будет просто неоткуда образовываться. Он исчезнет, то есть потухнет. Люди заметят, что он потух. А дальше эта плазма, она рассосется по атмосфере, и, скорее всего, с большой долей вероятности, может быть, даже и бесследно, то есть ничего не выпадет на Землю. Тогда, естественно, у меня законный вопрос. А как плазмоид в чистом виде найти на Земле? По этому объяснению получается, что никак. Нужно ловить его в космосе, на дальних поступах. Плазмоидный метеорит, если он существует. Но если он существует гипотетически, то с большой долей вероятности это будет холодная плазма. Потому что мы не видим плазменное освещение вокруг горящих метеоритов. Это горячая плазма. Но с какой стати плазма светится в космосе? Следовательно, если она где-то там в космосе летает, она летает в холодном виде, значит, мы их не наблюдаем. То есть задача архисложная, архиважная и нерешенная до сих пор. А автор так легко, так сказать, хочет получить ответ, как найти этот плазменный метеорит, а потом отличить друг от других типов. Нет, дорогой товарищ, для этого наших сил еще недостаточно. Но если вы вступите сначала в ряды лунного патруля, потом в ряды звездных десантников, а потом в ряды исследователей плазменных метеоритов в дальнем космическом пространстве, то рано или поздно с вашей помощью мы эту задачу решим. Хорошо. Так, дальше вопрос такой. А что будет, если... Андрей, что будет, если метеорит примерно размеров, который тогда упал и убил якобы себе динозавров по науке, упадет на Солнце? Какие-то последствия для Матушки Земли будут? Если метеорит типа Юкатанского упадет на Землю... Нет, на Солнце, на Солнце. А, на Солнце, извините, прослушал. В лучшем случае... Вернее, нет, в худшем для нас случае, в худшем, у нас будут сбои в радио, в мобильной связи, и там немножко будет зависать интернет. А с большой долей вероятностью Солнце даже не чихнет. Да, вот я тоже так думаю, что размеры все-таки надо учитывать солнышко. Мне кажется, эти всплески, которые часто возникают, они частично, кстати, частично могут возникать из-за каких-то таких небольших столкновений. Ну, проходит он, плюх там, да, что-то такое, как вот на воду бросили что-то, ну, камушек. Но только там не вода, там несколько другое вещество. На всякий случай, маленькое дополнение. Те, кто думает, что это будет выглядеть, ну, к примеру, как в аналогии, круги по воде пойдут от того, что бросаем на воду. Вот если кто-то думает, что там круг только не на воде, а на поверхности Солнца возникнет, сильно сомневаюсь, потому что лететь до Солнца кстати говоря, далеко не каждое тело обладает возможностями упасть на Солнце. Для этого надо иметь скорость за 30 километров в секунду на мгновение. Там тело со скоростями порядка Челябинского метеллита на это не способны. То есть ни одно тело внутрисистемное, ну, специалисты по космической баллистике меня поймут. То есть сгорит фронт, да, наверное? Нет, они даже не долетят до Солнца. Вот в том беда. У них мало скорости для этого. Некоторые думают, что чтобы попасть на Солнце, нужна маленькая скорость, ну, чтобы падать вертикально. Наоборот, вот, может быть, это для кого-то парадокс, но это данность баллист, который знает любой баллистик. Наоборот, чтобы упасть на Солнце, надо иметь колоссальные скорости. Ну, конкретно, по-моему, 34, я могу ошибаться, 30 с чем-то, 34 километра в секунду. Ну, это большие скорости, да. Это очень большие скорости. Ни одно тело внутри Солнечной системы такой скорости не имеет. Это могут сделать только тела галактические. Внешне, оттуда пришли. Галактические или внегалактические. Но, даже если такое тело будет лететь с этой страшной скоростью 3-4 километра в секунду, или, там, 50, даже с такими страшными скоростями он будет лететь долгие, там, множество суток, и за это время солнышко подплавит, расплавит, испепелит и уничтожит любое тело. То есть, до поверхности, до видимой поверхности Солнца долетят только плазменные обломки этого тела. Так что, не волнуйтесь, не все так просто, да. Не все так просто. Надо еще ухитрить, чтобы на солнышко попасть, да еще там что-то такое сделать. Ну, в общем, дуновение какое-то, может быть, и долетит, да. Скорость большая, но сильного ущерба вряд ли нанесет. Так, дальше, вопрос эфира от Ольги 74. С какой целью задолго до события приближения астероида или кометы ученые через средства информации пугают население, и после этого, после его прохождения выясняется, что объект прошел на огромном расстоянии не только от Земли, но и с помощью системы, они не умеют правильно оценивать риски, векторию движения, вес объекта, или это отвлечение от насущих проблем? Нет, давайте коротко оговорочку, чтобы мы поняли, кто кого пугает. Ученые, ну, по крайней мере, как я понимаю людей, ученые не пугают, ученые объективно сообщают. Когда ученые что-то скрывают, ну, это еще могу, как бы сказать, представить, но когда ученые что-то пугают, это уже, так сказать, редко встречается. Хотя встречается иногда на пользу. Вот в случае с метеоритной опасностью ядерной зимой и опасностью ядерной войны это сработало, и слава богу, спасибо тем ученым, я это уже говорил, но еще раз говорю, спасибо им, потому что они испугали всех, в том числе политиков, и благодаря этому мы живы. Значит, а если автор, так сказать, сетует на тех, кто пугает вот очередными, ну, как выясняется, незначительными тревогами, то есть пустыми тревогами, ну, какой-то там астероид пролетел, причем астероиды-то пролетают, ну, мягко выражаясь, не то, что не юкатанского, не то, что не перпского типа, и далеко не юкатанского, но даже, мало того, даже до размеров там челябинского тела многие из них не дотягивают, из тех, кто пролетает. Ну, стоит ли, так сказать, по таким мелочам беспокоить нас, так сказать, людей, занимающимися такими серьезными делами, как обсуждение курса доллара, как обсуждение поведения мажоров на дорогах и других проблем. Ну, понятно, мало ли чем их заняться, да. В основном пугают журналисты. Зачем они это делают? Вернее, правильно они это делают или неправильно? Давайте я не буду морали читать журналистам. Каждый из вас... Ну, журналисты, они всякие бывают. Есть журналисты, которые как хлебушек, лишь бы только попугать, да, и сенсацию очередную сделать, желтую какую-нибудь прессу, там, и так далее. А есть журналисты, которые хотят разобраться с этим вопросом. Вот большинство выживает, в настоящий момент, тех, которые именно делают сенсацию, это их бизнес, это их работа. Вот чем больше сенсации, тем больше им платят. Все очень просто. В любом случае, не нравятся вам эти новости, переключите на те каналы, где рассказывают о более серьезных делах, например, о наших чиновниках. Ну, в общем, да. Или слушайте радио, вот, там, наше, например. Да, здесь поменьше этой гадости. Да, или, например, так. Да, или простой вариант. Или это, или это. Займитесь делом, короче. Так, дальше. Разражают метеоритную опасность. Да, над головой. Зачем, как бы сказать, себя беспокоить? Ну, да. Не парьтесь. Парьтесь в бане, а не здесь. Павел Орденский, вопрос у эфира. Скажите, Вадим, вот часто на радио выступают разные люди, в том числе, вот Тюняев Андрей Александрович. Так он тогда говорит, что космоса, скорее всего, нет, а Земля плоская. И приводит к качеству к записи такие аргументы, как вращение гороскопа на гороскопе, как аналоги вихрей на Земле. Вы тоже думаете... Вы тоже имеете инженерное образование, что вы думаете на этот счет? Вы тоже имеете инженерное образование, что вы думаете, что Земля плоская. Нет, что вы думаете на этот счет? У вас есть образование инженерное, и что вы думаете на этот счет? У меня есть инженерное образование. Это хорошо. И здесь можно поставить точку, потому что, имеющие инженерное образование, вопрос, плоская земля или не плоская, решили лет 500 назад. Люди, которые слушают меня на замечательном Славянском радио, знают, что я не перехожу на личности. И как только... Правильно, все можно заканчивать. Да, все можно заканчивать. Мы никогда не обсуждаем людей, которые не присутствуют вот здесь. Это точно. Если вот сойдутся два таких зубра, да, таких, и будет каждый свою теорию именно на радио, вот тогда мы со стороны послушаем, и мы все понимаем. А когда какие-то теории обсуждают, и тем более брать кого-то, там, чьи-то имена называть, а прав он, не прав, ну зачем? Вот у каждой своей точки зрения. Хотя, если честно, я думал, что дискус «Плоская земля» или «Круглая», или там крутится в шоке вокруг земли, или наоборот, решен уже полтысячелетия назад. Но, видимо, я ошибался. Ты плохо думаешь о людях. Да, да. У нас люди творческие. Поэтому, если будут вопросы... Художник так видит. Да, художник. Не, ну а почему бы нет? Вот Андрей Александрович, он молодец, он очень хорошо мозги ворошит, на самом деле. Нет, в этом плане, да, я согласен. Надо время... В конце концов, он провоцирует людей. А мы неоднократно говорили об этом, что если вы послушали и решили, что вот только так, то, значит, ну вы полните всяко. А если вы послушали и решили проверить, вот тогда вы чего ответы. Вот тогда вы потянетесь к учебнику астрономии. И в этом плане таким людям с провокационными идеями, а провокационные идеи далеко не всегда являются отрицательными, ну, в смысле, неправильными. В этом людям надо, ну, как минимум, их беречь, как минимум. Конечно. А у нас просто все сводится к тому, что, ну вот он сказал, там он такой-то-сякой-то, ну и что, я ему говорю. Он дурак, да. Да, типа, а почему так колоритный сразу в одну сторону, да? Вот, поэтому давайте мы никогда не будем, во-первых, обсуждать кого-то за глаза, а во-вторых, не будем однотипно подходить. Хорошо. Итак, переходим дальше. Может, Нибира – это космический корабль, а не планета? Ну, а может быть так, а может быть и так. Я слышал много вариантов. А может быть, это Юпитер. Ребята, я говорю, а может быть, это вообще моя любимая собака? Ну, почему вы хотите собаку и назовите ее Нибиру? Это может быть чем угодно, но она не может, она, Нибиру, не может являться той планетой, о которой, так сказать, писал тот автор, фамилию, которую я не называл. То есть планетой, которая раз в три с лишним тысячи лет подлетает к планете Земля. Такого быть не может. Собакой любимой Нибиру может быть планетой, которая периодически уничтожает Землю, не может быть. Потому что, если бы она была, она бы один раз уничтожила, и на этом вопрос был бы снят. Хорошо, хорошо. Так, дальше вопрос Владимир Азматиевич. Вадим, если мне не изменяет память, то бывают метеориты, метеориты и метеориды, то есть метеоры, метеориты, метеориды. Метеоры я видел лично, метеориты видел в музее, метеориды никогда не видел. А тебе удавалось видеть метеорид? Слушайте, скажу, что астроном определяет метеорид как тело, которое чиркает, в кавычках, по атмосфере Земли и летит дальше в космосе. Такое человек может увидеть, но он Земли не может оценить. Тело прекратило гореть, потому что сгорело полностью. Или второй вариант. Или потому что оно потеряло скорость. То есть прошло, метеоридчики, этот момент называют точкой задержки. В этот момент скорость из космической падает почти до нуля. Ну, не совсем ноль, но остается вместо там десятков километров в секунду. Оно после этого летит со скоростью всего-то там тысячи метров в секунду. Ну, любой бы баллистик, оружие сказал, ничего себе, это быстрее пули. Но для метеорита это уже слишком медленно, чтобы гореть от такой маленькой скорости. Это был второй вариант, почему метеорит прекращает гореть. А третий вариант, что он выходит, чиркает по атмосфере и как блюцеобразный камень, который вы бросаете на озеро, подпрыгивает над озером. Вот метеорит подпрыгивает над атмосферой и улетает дальше. Кстати говоря, с большой вероятностью он может вернуться к Земле. То есть он недалеко улетит. Но мы об этом в любом случае узнаем не скоро и чаще всего не узнаем, потому что он вернется не возле вас. Он там на другом полушарии может что-то сделать. В любом случае визуально мы не можем определить, почему прекратило гореть тело. В некоторых случаях, я не буду сейчас углубляться и читать лекцию, как определить это, рассыпался, не рассыпался, свечение как погасло, мгновенно или не мгновенно. Есть нюансы, по которым можно это определить. Но все-таки трудно это сделать и уверенно утверждать, о, я видел тело, которое улетело за пределы атмосферы. Утверждать это я не берусь без наличия радара. Вот если у меня нет случайно в кармане радара, который засек бы расстояние до этого падающего метеорита и отслеживал его после того, как он перестал гореть, то есть светиться, быть видимым. Вот если бы был такой радар у меня, я бы уверенно это сказал. В некоторых случаях это уверенно говорят астрономы, которые вот этими радарными измерениями пользуются. Извините, если долго. Хорошо, так, дальше. Павел Ордынский залез в интернет посмотреть, что означает метеорит. И не нашел, Вадим, как вы переводите метеорит и с какого языка он назван. Предлагаю свою этимологию метеометать, русская, рит, лит, литой, камень, метательная, отливка, во как. Ну, здесь я зря бы считать, что нет определения метеорит. Оно такое же, как в однокоренных словах, например, метеорология, метеоданные, метеора, кто знает, это великолепное загадочное место в Греции, и прочие слова с приставкой метео. Ну, я могу, конечно, оставить вам удовольствие самому покопаться в справочниках и в энциклопедиях, хотя могу, конечно, и сразу назвать. Ну, давайте, если вы захотите, вы сами посмотрите и узнайте это греческое слово, как оно переводится. Нет, ну, это красивая версия, да, согласись, красивая версия. Нет, это красивая версия, да, но если бы... Но все-таки греческое слово, все-таки греческое слово. Я бы поддержал эту тему. Но греки, боюсь, что греки обидятся. Не, не, не обидятся, потому что очень много уже теорий, которые лично я перекопал, что той древней Греции, о которой мы говорим, все-таки ее по документам даже не существует, она была создана много позже, и даже язык греческий, он несколько иной, и его долго-долго не принимали те, кто должен, по идее, на нем разговаривать. Но это отдельная совершенно передача. Да, я согласен. Да, поэтому теории не будем сейчас раскрывать, но теория красивая. Метео, метать, лит, литой, класс. Но слово греческое, ребят. Так, а ты, кстати, а может быть метать как раз тоже однокоренное, но не метать от слова метеорит, а метать от слова того же корня, который образовал все предыдущие слова. То есть, я вполне думаю, что автор немного прав, просто что от чего образовалось, и это как раз вопрос. Да, но если учитывать, что как этруски строили Рим, а потом Рим стал учительным всей Европы, и Грецию тоже, как показывает практика, строили не древние греки, вот эти вот ребята. Греция это была маленькая такая, маленькая часть, там, с определенными своими понятиями, представлениями. Вот, то здесь тоже надо понимать, откуда, в общем-то, появилась и наука, и многое другое. И профили тех ученых, греческих, древних, они как-то на современных греков многим не похожи. Ну, это так просто опять мы ходим рядом до окна. Еще. Я рад, что автор вот этого провокационного немножко вопроса заставил некоторых радиослушателей залезть в энциклопедии, узнать определение классическое, я имею в виду, греческое определение. И классическое, и, мало того, еще дальше двинуться, то есть здесь у нас получилось, например, заброс камня, как вот был про Тюняева вопрос, вот он забрасывает, и мы забросили. А почему в нашей передаче тоже не забросили, да? Так, дальше, вопрос в эфир, Михаил, Казахстан, есть ли случаи нахождения следов жизни на метеоритах, в том числе ледяных? Про ледяных я уже сказал, у нас были случаи, но все они косвенные, потому что от момента обнаружения до момента исследования проходит некоторое время. К сожалению, в полевых условиях мы не обеспечены холодильниками для сохранности этих самых ледяных метеоритов. Поэтому мы эти образцы довозим только в виде расставившей воды в бутылках. Естественно, ни о какой достоверности в этом случае утверждать, что какие-то споры жизни, находящиеся в бутылке, не привнесены оттуда и звне. Разумеется, никто, ни я, ни все наши участники экспедиции так не могут это гарантировать. Поэтому проверяется наличие в таких бутылках, таких емкостях не споры жизни в ледяных метеоритах, а их химическая, физическая составляющая. За это я могу ручаться. За то, что они в стивильном состоянии к нам доставлены эти образцы, я не могу ручаться. В других случаях, это я про ледяные ответил, в неледяных случаях, например, в каменных метеоритах, например, в марсианском конкретном метеорите, ну, оговорочку про марсианский метеорит мою вы помните, вот с этой оговоркой могу привести случай, в некоторых метеоритах находили образцы жизни, правда, жизни окаменевшей, то есть, которые я окаменела в метеорите. Почему не находят образцов жизни живой, я легко объясню. Чтобы это гарантированно найти, нужно не подобрать метеорит на Земле, где по метеориту, уже остывшему, он упал не 5 секунд назад, а иногда не 5 лет назад, а миллионы лет назад, за это время, даже за 5 секунд, образцы земной жизни на метеорит заползают. Поэтому отделить бактерии, условно говоря, земные, от бактерий, которые прибыли из космоса, бывает очень и очень трудно. Я бы сказал так, невозможно, пока этот образец не попадет на стол лаборанта, и сохранить его стерильность невозможно. Это возможно только в одном случае, если мы будем проводить эти исследования не на поверхности Земли, а за пределами ее атмосферы. Но это, уже не раз мы такую фразу произносили, не просто уже другая история, это следующий этап наших исследований, пока еще не решенный. Приглашаю всех опять вступать в ряды звездных десантников. Хорошо. Ну что ж, все вопросы, которые поступили до определенного времени, я зачитал. Конечно, тут еще есть вопросы, но, ребят, просто уже не резиновое время, поэтому давайте в следующий раз мы постараемся как-то... А давайте на все эти оставшиеся вопросы ответим так же, как я ответил на последнем. А вступайте в ряды исследователей, идите в школы, если вы, ну, наверное, в школы все побывали, идите в институты, где учат космонавтики, и кто знает, может быть, вы решите эти же самые вопросы, которые вы задаете сейчас, на которые пока никто не знает ответа. Хорошо. Ну и в заключение, давай традицию не нарушать, что мы доброе пожелаем нашим радиослушателям. Ну уж, разумеется, мы говорили сегодня о самой, даже не злонамеренной, а самой страшной теме. Ну, я надеюсь, что наши радиослушатели не будут страдать страшными формами бессонницы от этого. Но повод задуматься сегодня в ночь, в ночь, которую мы выбрали то ли намеренно, то ли случайно, но это единственная ночь, в которой и можно было про это говорить. Ну, я объяснял это раньше, почему. 8 ноября единственный день, когда можно говорить на эту тему. Я надеюсь, что мы задачу поставили на те вопросы, на которые мы нашли ответ, мы ответ дали, на те, которые ответа пока не нашли, поставили задачу всем нашим радиослушателям для того, чтобы решить эту проблему, великую проблему совместно. Проблема величайшая, потому что на кону не просто наше любопытство или наше самомнение о том, много ли мы знаем, а наша жизнь, наша космическая жизнь и жизнь вообще. Так что, так сказать, повода, стимула этим заниматься у нас более чем достаточно. Поводов поспорить тоже прибавилось и сегодня в ходе передачи. Так что специально намеренно, так вот провокационно, у нас были провокационные вопросы сегодня, позволю и я себе, так сказать, напоследок немножко провокации, в отличие от традиционного спокойного сна, пожелания спокойного сна, я это сразу произносить не буду, а скажу, желаю вам не успокаиваться, наоборот, после этой темы, а искать ответы на вопросы, может быть, самостоятельно, может быть, вместе с нами, вместе с космопоиском, может быть, это повод собрать рюкзак и поехать вместе с нами, даже несмотря на морозы, мы приучаем людей ездить зимой, сейчас в России снег приличный, но я только, кто не знает, я только что приехал, жил вместе с ребятами, с нашими коллегами, в лесу, в экспедиции были, и зима, не повод не ездить в метеоритные и прочие разные экспедиции, потому что Земля наша и во время зимы, и во время лета, так или иначе, все-таки комфортное место для нашей формы жизни, есть места в космосе более некомфортные, так что жаловаться на погоду не надо, берите рюкзак и с энтузиазмом приступайте к решению тех вопросов, о которых мы говорили, так что спокойной ночи я не прознашу, а прознашу фразу до связи, до встречи и до следующих передач. Ну что ж, благодарю тебе, очень полезные и правильные пожелания, я всем желаю здравомыслия, здравия для того, чтобы ваши здравомыслящие мысли и идеи были воплощены, необходимо иметь какой-то фундамент здоровья и какой-то объем необходимых здоровья для их воплощения. Напоминаю, что начинали мы 8 ноября 2016 года, вторник по современному календарю, а заканчиваем 9 ноября 2016 года, среда по современному календарю, передачу «Метеоритная опасность», а по одному из старинных дней, в календаре, вернее, восьмой день месяца, новых даров 7525 лета «Шестица», автор соведущий Вадим Чернобров, очень подробненько рассказал, мне кажется, эту тему, раскрыл. Хотя, я так понимаю, что «Метеоритная тема» это такая же необъемная, как вот наша Вселенная, где этих «Метеоритов» огромное количество, и скоростей, и вариантов, и так далее. Ну что же, прощаюсь с вами, друзья мои. Напоминаю, что у нас каждую неделю идет несколько эфиров, которые начинаются в 8 часов, плюс по субботам идут частые эфиры, которые в 12 часов и в 20 повторяются, это уже в записи, как правило. Ну, если вдруг будет живой эфир, то будет объявлено. Также у нас есть и новости славянского мира, по воскресеньям выходят несколько раз в воскресенье. Также у нас есть стол заказов, который выходит в пятницу, и еще в субботу повторяется ночь для Дальнего Востока. Много различных тематик рассматривается. Не оставайтесь в стороне. Присылайте ссылки на песни, которые вам нравятся, которые вы хотите, чтобы прозвучали. Присылайте ссылки на интересные статьи, которые можно озвучивать. Сами участвуйте в озвучке. И приглашайте тех, кто мог бы поучаствовать в эфире. Народное славянское радио Все нужно, все важно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова